В начале февраля шины всегда оставляют четкий след на мокрой глине аллеи. Никаких других следов, кроме моих, нет. Значит, до меня никто не приезжал. Правда, еще рано, поэтому я и проехал через Хвалебное. Стойкий туман оживляет блеклый розовый тон наполовину выкрашившихся кирпичей, окрашивает в цвет морской волны потрескавшуюся черепицу, с которой валя, наверное, протекает на чердак, так же, как у подножия стен, она стекает на землю из лопнувших водосточных желобов. Вдали, в лугах, зима затопляет канавы и терпеливо обмывает расчерченную множеством живых изградей беспредельную шахматную доску травы, по которой каркая бродят непромокаемые черные, как зонтики вороны. Не успел я затормозить, как Марта Жобо вышла из своего дома. На голове у нее кленчатый капюшон, на ногах резиновые полосапушки. В остальном же она бесстрашно пренебрегает сыростью, словно тело ее, пахнущее хлевом и кислым молоком, не боится воды. — Значит, вы теперь возитесь с бумагой, — сказала она, — и скоро станете владельцем земли, на которой стоите. — Она захихикала владельцем. — Ну да, я хочу сказать, после мадам. Я выхожу из машины, протягиваю ей руку, в которую она нерешительно вкладывает свою, вытерев ее от передник. — Заходите. — Поболтаем у огонька, — приглашает она. — Я сажусь на низенькую хромоногую табуретку и грею руки над очагом, который был еще очагом пертийный, и где по-прежнему горят суковатые дрова, наколотые из прикорневой части ствола, достающиеся лесорубу. Жобо, наверное, пришлось колоть их ни часу, ни два. И мне только и остается, что слушать Марту. Чтобы не терять зря времени, она вынимает из формы маленькие местные сыры. Потом принимается полоскать поддонники. — Да, прямо скажем, мадам больно круто повернула. — Уж как она вас ругала, и между нами вы тоже невольно хорошо с ней поступили. Марта берет миску и размешивает в ней квасцы, чтобы сыр стал острее. Она продолжает доверительным тоном. — Нужно сказать им себе, Марсель, помог вам тем, что хотел загробастать все наследство, а потом еще ваша барышня, ну, просто не верится, просто не верится. Видно ли, чтобы мадам так загорелась, мадам? Соломея то, Соломея села, только о ней разговору. Ну, мадам точно заколдовали. — Она вам это говорила? — Она мне все говорит, — ответила Марта. — Вы знаете, ведь мадам ничего не умеет делать. И теперь, когда она осталась одна, без служанки просто жалость берет. Я видела, как она варила эскалов. Положила в кастрюлю с водой, но кипячить. А уж о белье ей говорить нечего. Помочила, вот и выстирала. Все серое-пресерое. Сушит на своей печке, а печка-то дымит. Пуговица оторвалась для нее — это беда. Вот она и приходит. Я ей помогаю, она мне рассказывает. Марта берет тряпку, начинает вытирать формы для сыра. И раз уж она пустилась в откровенности, ободренная нашими неурядицами и долгими годами мамашиных признаний, она выкладывает мне все. Простите, если не так скажу, но люди вследу, скорее, жалеют Мсе Марсель. Такой приличный человек, ходит в церковь, жертвует на школу, на благотворительные дела, захватить себе все привилегии и при этом, занимаясь благотворительностью, прославить благодетелям. Все методы мне знакомы. Моя семья следует ей вот уже две сотни лет. И хотя здешние крестьяне давно забыли о почитании господ, хотя им кажется, что они досконально знают свои права, они до сих пор клюют на эту приманку. Отметим еще одну частность, которая привела бы в восхищение моего отца. Марсель ни разу не ремонтировал фасад, так что штукатурка с него обваливается пластами. Он предпочел поддерживать остатки былого семейного престижа. Вдруг Марта умолкает и прислушивается. «По берегу идет автобус», — говорит она. Я ничего не слышу, но ее острые слова крестьянки еще и не то улавливают. Автобус замедляет ход. «Ой, там Сиризо приехал». Не станем подскакивать от удивления. По традиции Марта называет Фреда, старшего сына нашего покойного отца по фамилии, однако при этом она чуть морщится. «Если автобус остановится в конце аллеи, кто может из него выйти? Из соседей никто, иначе она бы это знала. Потому что она знает все, и в частности то, что у бедного Мсеризоу нет машины». Он тоже мог ехать прямо в следу. Но раз уж он проезжал мимо, и столько лет здесь не был, он не устоял перед желанием взглянуть на старый отчий дом, пусть даже из-за этого ему пришлось пройти под дождем целый километр. Я вышел на порог, чтобы посмотреть, как он появится. Но неужели этот человек, чей толстый живот торчит между болтающимися полами старого габардинового пальто, этот человек, который прикрывает развернутые газеты и свой блестящий череп, неужели это действительно Фред? Он тяжело шлепает по лужам, медлит, глядя по сторонам и словно пересчитывая оставшиеся деревья. Я право узнал его, только когда он приблизился ко мне на расстояние двадцати шагов, да и то, благодаря его искривленному влево носу и выступающему вперед подбородку, торчащему между двумя жужжными полушариями отвисших щек. Почему в эту минуту мне пришла в голову мысль, что я только на полтора года моложе его? Я похолодел, и меня не утешила даже его первая фраза «А ты держишься молодцом, сукин сын», и, помолчав немного, продолжает, «А передо мной как будто воскресает прежний рохля. Ты видел? Она все нам тут выругала, даже большой каменный дуб, посаженный первым владельцем имения. Страшно подумать. Если бы он отыскался, этот дуб времен Людовика Пятнадцатого, то оказалось бы, что из него сделан паркед в гостиной какого-нибудь торгаша. Пойдешь со мной? Я хочу посмотреть на остальное. Мадам запрещает мне открывать дом в ее отсутствие, говорит Марта, но вы можете побродить по парку, я дам вам зонтик. А речь идет о красновато-буром зенте размером с церковный купол, под которым раз в неделю, сидя посреди базарной площади на табурете для доения коров, перед корзиной с яйцами и утками, со связанными лапками, Марта стоически бросает вызов мокрому снегу в ожидании своих постоянных покупателей. Мы легко помещаемся под ним вдвоем и меланхолически обходим парк, превращенный в пустырь. Телеги проложили здесь глубокие колеи, то тут, то там попадаются небольшие холмики, окруженные корнями, а в середине деревянная плита, почти погребальная, которая вровень с землей оставила электрическая пила. Круглая плита говорит о том, что здесь было хвойное дерево, а овальное, что лиственное. Число концентрических кругов указывает на возраст покойных. Я то и дело нагибаюсь и узнаю то гигантскую рябину, то рекордной высоты ясень, а по стойкому запаху серебристый кедр, секвою с красной древесиной. Каждое дерево по шесть метров в обхвате. Я уже не впервые на месте этого побоища, где жадность, вероятно, играла меньшую роль, чем злорадство при виде того, как падают деревья, столь же представительные в генеалогическом отношении для семьи землевладельцев, как и тех, кто их посадил. Вот стерва! Ворчит Фред в каком-то веселом бешенстве. Фред, который все здесь помнится всеминым и не может смириться с происшедшими переменами, снова вернулся к тону той поры, когда мы вырезали буквы М.П., месть, психимори, на коре исчезнувших гигантов. Впрочем, вот уже четверть века ни он, ни я не приезжали побродить под их тенью, ни он, ни я не можем считать себя совсем уж ни в чем не повинными. М.П., мать пожертвовала деревьями Ризоу, а я пожертвовал их идеями, Фред их тщеславим, Марсель их землей. Словно каждый из нас участвовал в крупной афере по разрушению, считая при этом, что только его можно изменить. Впрочем, какая странная непрерывность в прерывном. Подобно мадам Ризоу, Фред ведет себя так, будто расстался со мной только вчера. Время лишило его волос, как оно лишило хвалебное столетних деревьев, но Рохля, которому скоро пятьдесят, говорит своим прежним голосом, смотри-ка, а вот и Крапет. К нам присоединяется генеральный президент-директор. Он издали видел, как мы спускаемся к пруду. Чтобы не промокнуть, он не вышел из машины, и его Мерседес медленно катит по бывшей кольцевой дороге, которая отличается теперь от луга, только тем, что трава на ней чуть пониже. Сухие веточки трещат под колесами. Поравнявшись с нами, Крапет открывает дверцу и без всяких церемоний тоже укрывается под огромным зонтом Марты. «Я так и думал, что застану вас здесь», — говорит он. «Да, это Крапет. Он на время свободен от своей жены и детей, от своих дел и забот, так же, как мы, свободны от наших. Он держится подчеркнуто, непринужденно. И даже здесь не может забыть, что он солидный буржуа, набравшийся американского духа и ставший крупным предпринимателем. Он носит в петлице скромный значок того братства, которое вербует своих членов среди руководителей предприятия из благословения мансиньеров и епископов. Теперь их чаще принято называть святыми отцами. Изменяет характер, если не деятельность благомыслящих властей. На мгновение он закатил глаза, когда увидел, во что превратился Фред. Ну вот чудо. Держится он почти просто и чуть ли не сердечно. Сегодня, видимо, в его интересах спуститься с высот, прикинуться любезным. Видимо, ему стоит немалых усилий не разыгрывать из себя важную персону. Но могло ли не поразить его редкостное событие, не случавшееся с 1933 года наше совместное пребывание в Хвалебном? На несколько минут он растаял. Он забыл про вопросы, упреки, расчеты. Он все забыл, как и мы. Старший, средний, младший. Не имеют возраста. Годы, общественное положение, внешние привычки, приличия, выгода. Все теряет свое значение, свой вес. Три брата стоят на берегу пруда под красно-бурым шелковым зонтом, по которому барабанят капли дождя. Только что они заметили лодку, свою старую лодку. Из нее нужно высерпать воду, которая уже почти покрыла решетку. Но дно ее просмолено, бока выкрашены, уключены, смазаны жиром. Жоба уходит в ней на рыбалку, говорит Марсель. Мы все затаили сожаление. О юной силе наших мускулов, об этих дерзновенных рейсах, когда мы широкими взмахами шеста гнали лодку против течения, направляя ее к узким стремнинам, где полая вода поворачивала ее поперек и прибивала к берегам, осетинившимся черными колючками. И вдруг огромный зонт падает. Фред прыгнул в лодку. Из-под скамьи, где лежат багры, он выхватил черпак и, налегая всей тяжестью на один борт, вновь обретя прежнюю сноровку, стал вычерпывать мутную грязную воду. Ну вот и готово. Когда черпак начинает скрести по дну, Марсель, в свою очередь, вскакивает в лодку, становится на носу, а я, как в былые годы, не заботясь о брюках, хватаю весло и, вспомнив свою давнишнюю специальность, отталкиваюсь от берега, держа курс прямо на мостик, откуда однажды психимора прыгнула в самую тину. Все это мы проделываем молча. Да и о чем можем мы говорить, если общие у нас только воспоминания? Лодка скользит по болоту, в которое превратился ни разу не чищенный пруд. С юга на него надвинулись широкие заросли камыша, любимый приют диких уток, площадь их теперь удвоилась, а с противоположной стороны его сильно урезал обвалившийся берег, искрошенный копытами ни одного поколения парнокопытных, которые стали ходить сюда, на водополь, а дождь не прекращается. Вымокшие до нитки, но словно вновь принявшие крещение, мы пересекаем пруд, нагнув голову, проплываем под мостиком, выходим на речку Омэ. Нас начинает покачивать, это воодушевляет Фреда, ну-ка, подноляг, кричит он. Бывало, заплыв между двумя сетями, мы нарочно баламутили воду, чтобы испугать рыбу и загнать ее в сети, где она зацепится жабрами. И вот мы, насчитывающие втроем пятнадцать детей, но сейчас сами настоящие дети, стоим в лодке, широко расставив ноги, и с хохотом дружно нажимаем то на правый, то на левый борт. Вода под днищем расступается, упругие волны устремляются к берегам, шлепают по ним, хватают мохнатые корни ольшаника и явняка, возвращаются к нам, встречая на пути новые волны, которые шумным всплеском то и дело откатываются от погружающейся все глубже лодки. Борта уже почти вровень с водой, она вот-вот хлынет в лодку, в этом и состоит игра, еще чуть пригнувшись, чтобы не потерять равновесие, почтенные господа, теперь уже не босиком, как бывало прежде, и не в старых холчевых стонах, жмут еще сильнее. Уключены, касаются черного месива, поднимающегося со дна, и роскошный ком размокшего вонючего ила, сдобренного остатками гнеющих листьев, летит в лодку, избрав местом падения ноги генерального президента-директора, который, перестав смеяться, кричит, «Экая пакость! Хватит! Я набрал полные башмаки!» Ну, в результате мы опаздываем к мэтру Дибону, где нас ждет немаловажный сюрприз в кабинете. Мы застаем не только нотариуса, но и нашу любезную матушку. По правде сказать, вид у нее довольно странный, напудренная, подмазанная, с накладным шиньоном, завитая, с подкрашенными волосами, в костюме цвета морской волны, с короткой, едва прикрывающей колени юбкой. Она внимательно разглядывает нас. «Смотрите, какие вы свеженькие!» «Что я вам говорила мэтра?» «Не пошли в парк покататься на лодке, чтобы оживить свои воспоминания». И, видя мое крайнее удивление, поясняет, «Да, рядом с Соломеей я была слишком похожа на фею Карабос. Вот я и решила одеться посовременнее. Сегодня в десять утра мы прибыли в Орли. Тебя там не оказалось. Я позвонила Бертиль и узнала, что соглашение будет подписываться только сегодня. Мы как раз успели к скорому поезду на Сабле. А мэтр Дибон был так любезен, что согласился нас встретить. «У меня, дорогая мадам Ризова, есть ваша доверенность», сказал нотариус. «Но всем мы предпочитаем, чтобы вы присутствовали лично». И обращаясь ко мне, он добавил, «Ваша дочь из скромности не решила зайти сюда. Я поручил ее своей жене, пока мы будем беседовать». Предполагалось, что беседа будет короткой, ибо в принципе все было заранее согласовано. Но как только нотариус коснулся подробности, договаривающиеся стороны вступенулись, и каждый попытался схватить щуку по размерам собственной пасти, как гласит местное выражение. Марсель, застывший, была на месте. Едва он заметил мадам Ризой, снова принявший оскорбленный вид, оскорбленный тем, что его поставили на одну доску с нами, напоминает, что две большие фермы теперь отделены от остального имения, и что границей отныне будет река. Я легко с этим соглашаюсь. И тут же он добавляет, что речь идет о ее северном береге. И значит, пруд окажется с его стороны, равно как и болото с детьми утками. Я возражаю, мотивируя тем, что в таком случае развлечения, подобные нашему сегодняшнему впредь, будут мне недоступны. О, давайте не смешивать жанры, сухо отрезает Марсель. Мне предоставляется право удить рыбу, кататься на лодке, но за это я должен уступить камышовые заросли, которые, как я понял, послужат приманкой для покупателя южной части имения, если он любит подстегать уток в шалаше. По этому пункту соглашение достигнуто, но Фред считает, что ему должны быть возмещены расходы на поездку. Мадам Резо, основываясь на том, что процент на суду повысили, требует, чтобы я платил ей содолженные суммы на один процент больше. Ну и ну. Это последняя битва между буржуа, в которой каждый хочет доказать самому себе, что он умеет защищаться. В такой битве я никогда не одержу победы. Ну, скажем, полпроцента, предлагает мэтр Гибон. Ну, пусть будет полпроцента. Эти мелкие препирательства раздражают меня и вызывают в памяти другую, очень давнюю сцену, происходившую в этом же самом кабинете, когда в нем еще царил покойный мэтр Сен-Жермен. Я сидел на том же месте, что и сейчас, но возле меня была сероглазая Моника с длинными загнутыми ресницами. Что подумала бы она об этом реванше? Да и можно ли считать это реваншем? Моника сидела на стуле, у которого не хватало одной перекладины. Этот стул и сейчас стоит здесь опустевший. Она ничего не говорила, она тихонько раскачивалась на задних ножках стула и чуть иронически улыбалась. Будь она сегодня здесь, улыбалась бы она? И не прошептала ли бы мне на ухо, как это делала иногда, когда хотела вызвать на откровенность заносчивого сына мадам Резо «Будь искренним с самим собой». Да, конечно, она откинула бы голову, засмеялась бы своим переливчатым смехом. Ну что ж, мой милый, ведь однажды ты сказал мне, теперь я слышать больше не хочу о Резо. Признаюсь, что положение забавное. Ты не переставал производить на свет новых Резо и со мной, и с Бертиль. А чем же ты жил все эти годы? Кем занимался? Нет, нет, мой милый. Не всегда ты был битым напротив. Ты член этого клана. И ты, мне кажется, больше, чем кто-либо эксплуатировал остальных. Вы совершили приятное путешествие, не слишком это было утомительно, спрашивает Марсель Мамашу, когда мэтр готовит бумагу. Мадам Резо в полголоса цитирует наизусть путеводитель Баденкера. Зачем я буду искать себе оправдания? Да здравствуют мои противоречия, если они мне присущи. Я чувствую, как меня охватывает затаенное, но безудержное веселье. А ведь правда же, и сейчас эти дамы и господа все без исключения старательные избегают малейшего намека на мою профессию. Возникающая все время между нами неловкость вовсе не связана с вопросом денег. Тут я легко уступаю им. Все, и прежде всего они сами, прекрасно знают, что им не дает покоя. В молодости вас называли «хватай-глотай», писала мне мадам Ломбар. Теперь вас чаще называют «людоед». Бывают счастливые минуты, когда они об этом забывают. Потом снова вспоминают, ежатся под моим жадным взглядом и втайне думают «Перо писателя — это бедствие». Обзгляните сейчас хоть бы на генерального президента-директора этого примерного христианина, этого скромнейшего из скромников, который с готовностью поддерживает все догму, порядок, богатство и в этих неизыблемых ценностях терпает и нравственную чистоту, и силу, и душевное спокойствие. Он прикрыл глаза. Под опущенными веками он чувствует себя, как птица под крылом, тревожная, зябкая, когда налетает порыв ветра. Взгляните на нашу дорогую старушку-психимору, на этого злого демона семьи, как она меняется. Ведь не случайно же она сидит, повернувшись в полоборота. Взгляните на мсерый Зо, которого, поменяв местами согласные, следует бы назвать Зеро. О, как нервно он потирает руки. Примещение Зеро, ноль. Еще немного я начну питаться одним молоком, а потом вдруг мне становится стыдно. Ну, как детишки, в порядке, вежливо осведомляется мадам Резо, чтобы прервать молчание, но забывает уточнить, к кому относится ее вопрос. В полном порядке. Спасибо. Разом отвечают все три брата. Готовность, с которой мы ей ответили занимательно и одновременно очень знаменательно. В этом отношении все мы оказали ей одинаковое противодействие. Каждый создал себе свою семью. И как раз дети, которым все мы в различной степени посвятили свою жизнь, именно эти дети и поддерживают наше полнейшее отчуждение. Жесткий взгляд мадам Резо скользит, не останавливаясь с одного на другого. Прошу вас, вот здесь поставить свою подпись «Дорогая мадам Резо». Письма, кстати, предлагает мэтр Дибон. Выход наш, тем не менее, был достаточно торжественным от конторщика к мелочному торговцу. От почтальона к почтовому чиновнику новость распространилась по всему соляду. Под синими крышами низеньких домов с журчащими водосточными трубами большая часть оконных занавесок пришла в движение. Несколько старух впрочем засели за своими калитками, верхняя часть которых закрывается только на ночь, и головы их торчат оттуда, как лошадиные головы из стойла. Сам Кюрефсу Таня о костюме с пастерским воротником здесь и не слыхали. Читает на церковной паперке свой молитвенник. Мадам Резо очень медленно проходит два десятка метров, отделяющих ее от машин. Она уцепилась за мою руку и за руку Марсель, чтобы все это видели. Она и приехала сюда только ради того, чтобы развеять легенду, чтобы широко продемонстрировать улыбку общего примирения. Но не поворачивая головы, она бросает только что присоединившись к нам соломея очаровательной в своем новом английском костюмчике, на котором блестит незнакомая мне брошь. Ожидая нас, ты не слишком скучала, моя птичка. Отвести вас в хвалебное, спрашивает Марсель. Спасибо, не надо. Шласялым тоном отвечает мадам Резо. Я вернусь в Париж с твоим братом. А ты вот что, возьми-ка с собой Фреда. Правда, мы оплатили ему поездку, но на этом он тоже кое-что сэкономит. Так мы расстались. Прощание вышло несколько натянутым. Дверца Мерседеса хлопнула слишком сильно, но пока я размышляю над тем, кто же в сущности сегодня больше всех выгадал, пока я выезжаю первым, испытывая неприятные чувства от того, что оказался шофером мамаши, она, удобно расположившись в машине, расточает через стекло дружеские приветствия. Я сразу заметил это. Превращение коснулось не только туалета. Она строила гримаски, она корчила рожицы. У нее появилось два разных голоса. Одним она нашептывала в дорогое ее сердце ушко, другой излишне громкий, предназначался для того, чтобы подчеркнуть дистанцию. Все ее жесты, все взгляды выражали одно стремление — обнять, приласкать, коснуться. Впрочем, не больше. Она еще не привыкла, она страдала от того, что так долго сдерживалась. Но никакое другое слово, кроме слова «страсть», не подошло бы для определения чувства, снедавшего эту женщину. Она словно возрождалась в этой страсти, одновременно была и прежней, и новой, и как бы раскололась вдоль на две половинки. Одна половинка этой дамы с той стороны, где печень, несколько смехотворно помолодев, все же сохранила властные повадки психимора. А половинка со стороны сердца излучала улыбки. Тут она была рабой своей внучки. К счастью, Соломея, все еще сумрачная, все еще поглощенная своими заботами, пока что, видимо, не сознавала до конца своей власти. Ее даже раздражали чрезмерная предупредительность и назойливое внимание бабушки. Иногда она с бесцеремонной откровенностью давала ей отпор, что вовсе не обескураживала мадам Резон, а, напротив, восхищала. По крайней мере, всегда знаешь, что у этой девочки на сердце радовалась она. Вспоминая, как матушка не терпела ни малейшего возражения с нашей стороны, я находился это странным, а порой и оскорбительным. Прежде чем уехать в Париж, мадам Резон стала в моем присутствии отдавать распоряжение чете жубу. Этим она хотела показать, что по-прежнему считает себя хозяйкой. Затем тут же принялась намечать, какие ремонтные работы надо предпринять. Но, разумеется, не все сразу, уверяла она. Но к пробудке электричества и в самом деле необходимой быстро прибавилась не менее срочная прокладка водопровода, который мог действовать только при наличии артезианского колодца и, разумеется, резервуары для фильтрации и поддержания напора воды, а также большого котла, чтобы обеспечить горячей водой современную кухонную мойку и ванную комнату. Кроме того, разве она не права, учитывая размеры дома и количество жильцов, которые съедутся налито, если, как ей хотелось бы, мы будем проводить каникулы в хвалебном, необходимо установить два туалета, один для мальчиков, другой для девочек. А еще что? Совершенно обалдев, спросил новый владелец. Известно, что, не моргнув глазом, воскликнула мамаша. Раз вы приезжаете в июле, к этому времени нужно отремонтировать по крайней мере три-четыре комнаты. Ну, это уж слишком, бабуля, сказала Соломея. Ведь папа же не фальшив, маньячек, он не печатает денег. Дядя Марсель ничего не делал, так почему же ты хочешь, чтобы мы делали все? Впервые я услышал ласковое обращение к матушке, придуманное Соломеей во время путешествия. И впервые мне пришлось воспользоваться ее влиянием. Когда девочка сказала мы, мадам Ризо передернула. От этого местремения похвала неким содружеством, тогда как для нового поколения это просто словесный способ подчеркнуть свои права заявить о себе как о полноправном члене семейного коллектива, оставляя нам, родителям, единственную привилегию этот коллектив финансировать. Но Соломея, не теряя здравомыслия, как это бывает необычно, когда она не во власти чувства, уже перешла от множественного числа к единственному. не знаю, почему бы тебе сначала не попросить ссуды на ремонт и модернизацию деревенского дома. Тебе, конечно, не откажут, тем более, что водопроводом будут пользоваться и Жабо, ради фермы помогут и Замку. Выходит, Ризо должны обращаться за помощью к государству, чтобы иметь возможность мыть своих ребятишек и свои овощи. Папа предпочел бы, чтобы надрывалась служанка, таская воду из колодца. Но матушка, пройдя путь от своего величия до падения, стала смотреть на вещи куда реалистичнее. Ты у меня умница, сказала она, но хотя и на льготных условиях это все равно заем. Осилит ли твой отец еще и это? Осилит я мог теперь весьма немного, но упрекать меня в этом не следовало. Я уже не знал отказываться мне или соглашаться, когда Соломея в своем простодушии повернула все совсем в другую сторону. Папа вытряхнул уже почти все, что у него было, сказала она. А ты? Вот что значит быть скряга и оставаясь при этом гордячкой. Мадам Ризо явно терзалась, хотя и храхулилась. Но ее страсть к Соломее помогла радости одолеть скупость. Не глядя на нее не считаясь с моим присутствием. Она обвела рукой шею моего юного адвоката. Ну ладно, пополам идет, сказала она, повернувшись с нежной гримаской на лице. Она пошла бы и не на такие жертвы, лишь бы оттеснить нас, лишь бы утвердить свое превосходство, совершенно не интересуясь ни тем, как мы к этому относимся, ни тем, какой она причиняет вред. И в любви, и в ненависти она была верна себе, упрямая, настойчивая, целеустремленная, безразличная ко всему остальному. Когда человек уже не может навязывать свою волю, он начинает хитрить, действует из-под тяжка, продвигается к своей цели не спеша. Но очень скоро стало очевидным, что она будет считать меня своим злейшим врагом всякий раз, как я буду пытаться помешать ей занять наше место возле Соломии. Уже в машине на обратном пути в горное, куда ни Бертиль, ни я не собирались приглашать ее снова и куда она направилась по собственному почину, произошел ничтожный инцидент, послуживший началом целой серии знаменательных событий. Я передал руль Соломеи отчасти с тем, чтобы она могла воспользоваться недавно полученными ею правами, отчасти чтобы она пересела с заднего сидения. Мадам Резо мгновенно скорчив кислую мину, выдержала не больше пятнадцати минут. Очень скоро она уже начала нервно крутить ручку, опустила стекло, жадно вдохнула воздух. Странное дело, меня же никогда не укачивало, признался она, спереди трясет гораздо меньшим, и мне пришлось уступить ей свое место. Вечером вечером, выйдя из машины в гурне, мадам Резо чмокнула по очереди всех присутствующих, не особенно отличая их друг от друга, потом уселась в большое кресло у камина и стала раздувать огонь, чисто, впрочем, декоративный. При этом она, в которой уже раз слова охотливо описывала остров за островом, рассказывала о своем паломниче, ее в страну гуанчи и канареек. В каждом порту, на каждом пляже, при входе в каждую церковь, она прежде всего видела Соломею, такую душечку в своем бикини, что можно было понять этих дураков американцев, которые свистели от восторга, когда она проходила, такую смелую, ежедневно поднимавшуюся в брючках на очередной вулкан, и при этом для того способную, что она мгновенно научилась объясняться по-испански. Мамаша была неиссякаем. Когда наконец она решила перевести дух, Бертель, воспользовавшись паузой, сообщила ей о предстоящей женить Бижане. «Ах, вот как», сказала мадам Резо, не поинтересовавшись ни датой, ни избранницей. Поскольку Соломея поднялась к себе в комнату, Бертель продолжала говорить, рассказала о посещении инспектора, о визите доктора Флормонтена. На этот раз матушка слушала ее, нахмурив брови, приставив руку рупором к уху. Но когда Бертель намекнула насчет писем, мадам Резо воскликнула, надеюсь, своих сошли? Бертель возмутила своими свободой, мадам Резо возмутила своими осторожностями. Когда Соломея снова спустилась вниз, серьезная, сосредоточенная, молчаливая мадам Резо удалось удержаться от вопросов, но она не могла скрыть тревогу, написанную на ее лице. Прошло несколько минут, прежде чем она вновь обрела хладнокровие. Кстати, милочка, может быть, тебе следовало бы сказать родителям, что ты собираешься пойти работать? Впрочем, мадам Резо очень быстро внутренне собралась, вновь развела деятельность, целые дни пропадала в Париже, теперь мы, строго говоря, видели ее только по вечерам. Она возвращалась измотанная и, в конце концов, призналась Бертель, знаете, мне надоело всю зиму киснуть хвалебным. Я давно хотела купить себе квартирку в Париже. Теперь, когда я получила свою долю наследства Плювиньяков, это стало возможным, но нужно еще найти что-нибудь за подходящую цену. Совершенно ясно, что в ее возрасте, при ее зрении и с ее слухом, разве могла она колесить по Парижу без Соломеи? И разве не следует чем-то занять девочку, пока мы подыщем для нее место? Предлог был в самом деле отличный, мы из Бертель просто не знали, что делать с Соломеей. Если у бабули, которая блондина, продолжала называть бабушкой, тогда как Бен, обращаясь к ней, употреблял слово бабусе, говорящих в третьем лице бабенька, а Жанне намеренно величал мадам, если у бабули, казалось, была только одна внучка, то у нас с Бертель было как-никак четверо детей. Ей пришлось убедиться в этом в первое же воскресенье, когда мы все собрались вместе. Блондина болтала о тряпках со своей сестрой, они были похожи на двух заговорщиц. А Бен приставал к Соломеи, требуя, чтобы та решила ему десятую вертикаль кроссворда из Леглона. Бертель хотела примирить ей свитер, связанный в ее отсутствии Жанне о чем-то пререкался с ними. А я внимательно смотрел на все это и слушал, в то время, как сама Соломея цветок в букете, дочь своей семьи отдыхала от разъезда в прошедшей неделе. Нет, провожая эту семейную идиллию, мадам Ризо перенести не могла, она вся пожелтела, она стала жаловаться на печень, отказалась обедать, легла, заставила Соломею раз пять не меньше приносить ей чай. Девочку это немного раздражало, и все-таки ее снисходительное отношение к бабушке не переставало меня удивлять. Впрочем, что это, снисходительность или расчет, или то и другое вместе, когда мне удалось наконец остаться с Соломеей с глазу на глаз, я тотчас спросил ее, как она терпит то, что моя мамаша до такой степени завладела ею, и девочка тут же призналась, не скрою от тебя, она настолько же трогает меня, насколько и утомляет. На секунду спустя она добавила, что поделаешь, раз нужно, значит нужно. Ее решительный вид ничего мне не объяснял, но это несвойственное ей молчание позволяло догадываться о том, что будет дальше. Матушка оттолкнула от нас Соломею, пройдет немного времени и Соломея оттолкнет ее от себя. А пока что мадам Резой играла на всем. Она играла на своем возрасте, о котором напоминала нам непрестанно. Трудно спорить со старым человеком, хотя бы уже потому, что ему остается всего каких-нибудь 2-3% от его жизни. Играла на своем здоровье, причем я, эмфизема, всегда вовремя вызывала у нее требуемый приступ кашля. Играла на своей ренте, не бог вести какой, но все-таки значительной. Она не скупилась на советы бабушки Дару, которая приклась о том, как бы понадежнее поместить свои деньги, и о том, чтобы от родителей к детям все переходило в должном порядке, и согласно пресловутой формуле кровь, любовь, воспитание, наследство. Причем этот последний фактор, хоть и наиболее подверженный случайностям, мог часто выполнять отсутствие других. Она играла на чувстве неловкости Бертиль, которая, опасаясь, как бы не создалась впечатления, будто она хочет использовать ситуацию в интересах своей дочери, пыталась урезонить свекровь, но та принимала все упреки на себя. «Я не хотела бы, чтобы девочка злоупотребляла», говорила Бертиль. «Но ведь это я сама злоупотребляю», спокойно возражала мадам Резон. «Любишь не того, кого хочешь, любишь того, кого можешь». При этом всегда происходит удочерение или усыновление и тут же колола в другое чувствительное место. Жанна собирается жениться, позвольте мне компенсировать расходы на свадьбу. Я уж не говорю о том, как она снабжала Бена марками, как притворно восторгалась фотографиями, изготовленными блондиной. Мадам Резо пыталась действовать и через Батиста. Просила его написать ее портрет. Не говорю я и о ее искусстве поощрять равнодушие с одной стороны и подчеркнуть малейшую выгоду с другой. Например, она сказала Соломею, твоя сестра еще совсем девчонка. Бертиль, вот сын вашего мужа и пристроен. Мне, когда старшие уедут, вы в сущности останетесь с вашими родными детьми. Нет, у нас не было такого чувства, что от общения с ней мы становимся лучше. Скорее нам казалось, что нас расшвыривает центробежная сила семейного хоровода. Поэтому мы ощутили некоторое облегчение, когда спустя две недели матушка вернулась однажды вечером с коробкой пирожных, привязанной тюсенкой, торжествующе сообщила, одним выстрелом двух зайцев убили. Мне нашли квартирку, а Соломея работал. Помнишь Макса Бартоломи? Да, я помнил об этом первом в нашей семье корсиканском браке одной из наших теток обладательницы внушительного биржа помнил ее отпрыск долговязывающего кузена, который шутки ради придумал фразу, якобы произнесенную на смертном адре моим двоюродным дедом Рене Резо, скончавшимся от мучительной болезни предстательной железы. Хоть он и граф папский, правда, он великолепно пристроился, этот парень. Восхищенно продолжала мадам Резо «Фэбэнзэ!» «Ты помнишь, что это значит? Французский банк по делам недвижимого имущества и земельной собственности?» Это ведь он. А реконструкция 13-го округа тоже он. Я помню, Марсель когда-то сказал мне, из всей нашей семьи только Макс и я действительно достигли какого-то положения. Но его очень сильно критикуют. Эти строительные магнаты далеко не филантропы. Ну, так вот, я набралась нахальства, пошла к нему, предварительно не условившись, и каким-то чудом он меня принял. Ну, что он прекрасно меня помнит, он так смеялся. Ах, уже этот хватай-глотай, я торгую домами, а он домами. Он, кажется, был в восторге от того, что может оказать тебе услугу. Попротив говоря, я ничего у него не просил. Заметил я в полголоса, ну ладно, ладно, папа, вмешалась соломея. На ней опять новое платье, туфли, сумочка из крокодиловой кожи. Жена и Мари сидели в уголке, прижавшись друг к другу и раздевали ее презрительным взглядом. Блондина слева от меня умирала от зависти, Бертиль справа, была сама снисходительность. Ну, а мне не импонировало ни одно из этих чувств, ибо они разрушали наше согласие. Но мадам Резо весело продолжала. Короче говоря, Макс моментально предложил мне очень недорогую трехкомнатную квартиру на восьмом этаже в резиденции Мировинги на Авеню Шуази, где у него есть контора, ну а Соломея пройдет небольшую стажировку и будет сопровождать клиентов Макса. Охватенная безграничной радостью мадам Резо даже не заметила, что ее сообщение отнюдь не вызвало всеобщего энтузиазма. Больше всех была огорчена Бертиль, не спешившая выражать благодарность. Сама Соломея не скрывала чувство неловкости. «Я начну с будущего понедельника», сказала она, чтобы прекратить разговор. Кстати, это очень удобно, добавила мадам Резо. «Раз она будет работать в том же доме, она сможет каждый день приходить ко мне обедать». После того, как мадам Резо переехала в 13-й округ, мы смогли наконец заняться другими проблемами. На сей раз их поставил перед нами Жанне. В ожидании новых проблем, которые возникнут в связи с блондиной или обэном, дети не могут освободить нас от забот, не освободив от самих себя. Общее правило, когда вопрос о браке уже решен, неизбежно возникают всякие осложнения, ведь молодые люди не столько женятся сами, сколько их женят. Множество причастных к этому людей, родители, друзья, бюро услуг, врачи-консультанты, рестораны, ювелиры, поставщики и, разумеется, трое официальных лиц, представители нотариальной конторы, церкви и мэрии. Но у нас, кроме всего, была еще одна дополнительная сложность. Нам всегда легче было сдвинуть с места стену, чем заставить жене хоть в чем-то отступить от его принципов. Да-да, он женился, но отвращение ко всему, что могло напомнить ему о его буржуазном происхождении, запрещало ему подписать брачный контракт. Беони, отец, готовый дать за дочерью приданной в виде квартиры, посмел заговорить с ним о том, чтобы в контракте поставить пункт о раздельном имуществе. Начинать с раздела? Ну уж нет, возмутился Жанне. Вообразив, что Жанне зарится на его деньги, наш налоговый инспектор в бешенстве позвонил мне по телефону. Если моя дочь в таком положении, он считает, что ему позволено все. Я разуверил инспектора, в каком бы виде ни предлагалась приданная будущая зять, станет считать, что его покупают. Поскольку Жанне не предполагал хотя бы даже временно жить у своего отца или у тести, поскольку у него не было почти пять тысяч франков, а незначительный срок его службы в компании не позволял ему обратиться с просьбой о денежной суде, он считал для себя делом чести переселить бедную Марию в какую-нибудь мансарду. Это ее-то, единственную дочь, привыкшую к комфортабельной восьмикомнатной вилле. Он с ума зашел, сказал Бионий. Вечером спор возобновился. Кто-то заговорил о кузене Максе, новом патроне Соломеи, гангстер квадратного метра. Лучше сдохнуть где-нибудь под мостом, чем задолжать ему хотя бы сантим, заявил Жанет. На худой конец он соглашался принять в долг деньги, необходимые для минимального взноса за квартиру, но при том условии, что обе семьи дадут ему поровну. Ну, это поставило бы меня в затруднительное положение, я только что обязался выкупить хвалебное, хотя, пожалуй, если заложить дом, категорически тебе запрещаю отчеканил Жанет. Прошло несколько дней. Мария была уже на третьем месяце. Наконец появился спаситель Батист Форю. Устроят тебя три комнаты во второй башне на тринадцатом этаже окнами на канал с условием платить пожизненную ренту хозяйки. Рента чуть выше обычной квартирной платы. Хозяйке семьдесят шесть лет. Придется мотаться из Шелля в Париж. Что же делать? Беру, сказал Жан Ризо, поколение номер девять, с наивной серьезностью. Пора было решить этот вопрос, чтобы уговорить старую даму переехать в дом для пристарелых Читаби Берони втихомолку дала ей хороший куш, о чем молодые супруги долго не подозревали. Но наши беды на этом еще не кончились. Мадам Берони пришла к нам обедать вместе с Марией, чтобы назначить день свадьбы, уточнить последние детали. В субботу в обычной одежде потребовал Жан и не больше двадцати человек за столом. Невеста, стоит праздник, как говорили в старину добрые люди, глядя на свадебный кортеж. Я терпеть не могу, когда пускают пыль в глаза, но мне приятно, если по случаю торжественного дня все принаряжаются. Таково было и мнение блондины, которая недовольно поморщилась из-за тебя мне не сошьют длину платья. Мари, чья талия уже несколько округлилась, не поддержала ее. Тем временем Бертиль считала по пальцам, «Шесть резов, плюс две бабушки, трое Берни, сказала Мария, плюс два дедушки и две бабушки, которые приедут из Бастии, уже семнадцать», воскликнула Бен. «О свидетели?» «О дяде и тете», сказала мадам Берни, странная маленькая женщина со светлыми крашенными волосами, что так не вязалась с цветом ее лица и корсиканским акцентом. «О приятели?» спросила Блондина. «Ты хочешь оставить меня без кавалера?» Это был решающий аргумент. «Приятели спасли дядюшек». «Ладно, согласен, тридцать человек», проворчал Жанне. «Вообще-то он вовсе не скуп, скорее даже расточителен, но поскольку шею его облегает ворот водолазки по современной моде, он терзаем заботой о своем престиже в новом его понимании, боязнью как бы не сделать слишком много, чувством противоположим тому, какое мучило наших дедов, они боялись сделать слишком мало. Пусть будет тридцать человек, но где? Желтые оборота в Венцентском лесу, червонный туз за городом, еще чего, жена не хотела ни большого зала, ни разнообразного меню в специальном ресторане для свадебных обедов. Сошлись на кабачке на берегу Марной. «Ну, мне остается только предупредить священника», сказала Малямберни. «Что, что?» спросил Женне. «Ну, как же?» сказала Мари. В этих односложных словах, полных куда большего значения чамины и пространные рассуждения, пораженные Женне на мгновение замолчал, уставившись в насидевшую с раскрытым ртом Мари. Для него это было естественно совершенно исключено, а потому ему и в голову не могло прийти, что Мари другого мнения, как, впрочем, и всем нам. Ведь у нас никогда об этом и речи не было. Для наших дедушек и бабушек брачное свидетельство ничего не значило. Только благословение церкви делало брак действительным. для нашего же поколения, а ведь мы-то как-никак крещеные заботами старших, все это пустые формальности, ряд обычаев от сугубо практических до чисто театральных. Нотариус, мэр, священник, то есть деньги, бумаги, церемниал. Мне лично не хотелось выступать ни за, ни против. Не может быть, сказал Женне, неужели тебе нужен орган? Да, мне хотелось бы, проговорила Мари. Гражданский брак, простонала мадам Биони, что же мне придется выслушивать в Бастии, и что скажет мой муж? Да, сказала Бердиль, моя мама может от этого просто заболеть, а уж о свекрови говорить нечего. Нет, мадам Ризо возможно и не заболеет. Она заметно изменилась со времен наставников в сутанах и семейной исповеди. Вино ее причастия уже основательно разбавлено водой и пори держу, что отказ векариев от установленного порядка, от сутана, от кухонной латыни, от индульгенции, от поста и излишней скромности не укрепила ее веры. Но она лишний раз предсказала бы конец света. Жене, которому нужен был козел взорвался, а к бабушке Ризо, ну тут уж скажу прямо, придет, ну что ж поделаешь, не придет, тем лучше, я прекрасно обходился без нее, так же, как и она без меня с самого моего рождения. Бедный мальчик, он страдал как раввин, которого заставили есть свинину. Я знаю его любимые изречения, где рождается обязанность, там умирает выбор, или дерзай, противопоставляй, излагай, но не уступай никогда. Да, с ним нелегко иметь дело с моим сыночком. На пути к правде он не признает окольных троп, но он умеет думать и о других, а так, как другой в данном случае была Мари, которая в своем положении имела право на мягкую скамеечку, чтобы установиться на колени в церкви, то у нее были шансы одержать верх. Как мужчина мужчине он, возможно, поплакался бы в жилетку Батисту, и я уже представляю себе, как тот картавит. Что поделать, для полного счастья девушкам нужны всякого рода крапивы. Жанне, вероятно, не преснул бы со смеха его поколение, которое быстро сближается, но также быстро и обижает, соцеломудренно в речах и не понимает подобных шуток. И вот сейчас он медленно произносит. Но если ты веришь в это, то пойдем. Я-то пойду туда только для проформы. Тебе ведь не трудно будет еще раз ответить «да», сказала Мари. «Кому?» «Чему?» проворчал Жанне. «Мне?» прошептала Мари. Голова Жанне качнулась на длинной шее, потом склонилась к голове Мари, и светлые волосы смешались с черными. Все было решено. Мы заедем в Нотр-Дам Дезардан. Мадам Берни вздохнула с облегчением. Я был не слишком горд тем, что разрешился спор. Абертель, которая уже несколько раз поглядывала на часы, прошептала «интересно, что делает Соломея?» Она мне звонила, предупреждала, чтобы ее не ждали. «Но ведь уже девять часов. Может быть, она пошла в чатр с мадам Ризо», сказал Жанне. «Это будет всего только шестой раз за две недели». «О, ну я бы об этом знала», ответила Бертиль, боясь с сомнением, написанным на ее лице. По крайней мере, через час после ухода Берни, когда со стола уже было убрано, а посуда вымыта, на машине подъехала Соломея и остановилась под фонарем. Она хлопнула дверцей маленького белого Остина. Потом, ровным шагом перейдя двор, стуча каблучками на каждой ступеньке, вошла, закрыла за собой дверь и сказала невозмутимым тоном. В первый раз поехала на новой машине и, надо же, шина лопнула. Обо всем здесь принято оповещать заранее, о новой же машине ничего не было сказано, а потом это уж слишком, кроме О'Бенна, который, как обычно, льнет к своей сестрите. Все мы смотрим на нее строго. Бертель, нахмурив брови, опускает голову. Я тут ни при чем, говорит Соломея. Этот Остин стоял у дверей на Венюшвази. Он был уже оплачен и зарегистрирован и зарегистрирован на мое имя. При всей непосредственности ее поведения, при всей искренности взгляда в ней чувствуется какая-то сдержанность. Она говорит правду, но, вероятно, не всю правду. Она всегда была решительной, но это шло на пользу всей семьи, а сейчас создается впечатление, что она несколько отошла от нашего содружества, что она ведет какую-то свою игру, заняв позицию между нами и мадам Резо. Я не могу не вмешаться. Да все же должна была бы напомнить своей бабушке, что вас четверо, четверо, всегда относясь к ней как к своей дочери, я не мог не считать ее внучкой моей матери. Мадам Резо отлично это понимала. Особое положение Соломии и есть то, что нас парализует. Хотя сама мадам Резо деликатностью не отличается, она рассчитывает, что мы проявим ее в полной мере. Никто не решится напомнить Соломею, что в конце концов она не Резо афорио. Никто не осмелится прямо сказать ей, что мадам Резо хочет снова утвердить среди нас несправедливость, которая усугубляется от того, что Соломею не из семьи Резо. Нас даже пятнадцать, если считать двоюродных братьев и сестер, сказал Жанне. Причем вид у него такой, будто ему это безразлично. Не дай Бог про него подумать, что он завидует. Он ничего не ждет от мадам Резо, которая следовала бы резать каждый торт на пятнадцать частей. Он предпочел бы уступить свой кусок двоюродным братьям и сестрам, которых и у глаза не видел. Соломея покраснела, потом побледнела. Стоя позади Албена, она нервно запускает все десять пальцев в волосы и, обращаясь ко мне, протестует. Ты знаешь свою мать, она начисто лишена чувства меры и никому не позволяет себя урезонить. Нужно уметь отказаться, заметил Абертиль. «Если бы я могла», сказала Соломея. «На что она намекает? На первый взгляд это должно означать, разве вам непонятно, что бабуля никогда никого не любила, а вот меня она любит, что в ее нежности есть что-то болезненное, вроде рака. Отказаться значило бы оттолкнуть ее. У меня на это не хватает мужества, но это может означать так же или вместе с тем, в конце концов, то, что она мне дарит, мне нужно, зачем же я буду лишать себя этого? Где оно время наших открытых дискуссий? Где оно то время, когда после ежедневных маленьких стычек на нас обрушивалось все ее обаяние? Соломея совсем ушла в себя. Далекая она невидящими глазами смотрит телевизор, где меняется изображение, а звука нет. Бертиль его выключила. Соломея не встает с места, чтобы повернуть ручку. Несколько секунд она улыбается, потому что обен щекочет ее и кричит ей в ухо. «Эй, ты! Вылезай хоть на минутку из своего холодильника!» Но потом обен уходит к себе в комнату спать, а Соломея снова мрачнеет. Она поворачивается к матери и говорит в полголоса, «Кстати, мама, я теперь работаю, зарабатываю себе на жизнь. Если ты не возражаешь, я хотела бы получить юридическую дееспособность, хотя бы для того, чтобы открыть счет в банке». Бертиль, которая пришивает пуговицу, резко протаскивает нитку, прежде чем ответить «Бабушка, вбила в голову тебе такую мысль?» «Во всяком случае, спроси у отца». Я не возражаю, будучи сторонником совершеннолетия в 18 лет, ибо в этом возрасте у иных девушек уже есть дети, а мальчики могут подставлять себя под пули, и те, и другие, имеют основания претендовать на права гражданства. Я всегда говорил детям, что предоставляем независимость по первому их требованию. Впрочем, Соломея сама освободилась от зависимости в отношении вещей, куда более важных, нежели счет в банке. Если истинная причина состоит в том, что она хочет иметь возможность самостоятельно выбирать себе место жительства, наш отказ ее не удержал бы. «Бертиль, которая смотрит на меня во все глаза, должно быть разочарована, видя, что я утвердительно кивнул. Согласен, это пятиминутное дело. Завтра же сходим в канцелярию местного суда». «Хорошо», сказала Соломея, «но только бумаги, касающиеся меня, подписывать должна мама». Мы оставили машины на трех площадях, которые образуют центр Ланьи, на площади Ратуши, Ла Фонтену и Хлебного рынка. Небольшими группами мы вошли в кирпичное здание мэрии «Бывшее аббатство», где красуется герб города с изображением одного из гвоздей распятия и доска с надписью, гордо сообщающей, что в марте 1430 года здесь проезжала ажиамская дева. Она допустила только одну ошибку, а отбыла отсюда в компьене, где ее стащили с лошади, вцепившись в плащ с капюшоном. Две другие девы, по крайней мере считавшиеся таковыми вплоть до сегодняшнего вечера, о чем свидетельствует глубящаяся белизна их фаты, одна фата побольше, другая поменьше, уже поднялись по устланной красным ковром парадной лестнице, ибо во многих мэриях считается, что он приносит счастье. Кто-то из присутствующих, увидев на правой стене картину, где изображен умирающий бледный Сократ, рожаемый слезами философии, заметил, ну, это-то надо было все-таки повесить в другом месте, там, где регистрируют смерть, а мы шагаем по коридору, некогда составлявшему часть монастыря. Нет жениха и невесты, нет матушки, нет и Соломей, которая поехала за ней на машине. Куда же они запропастились, повторяют Биани, представившие нам своих родичей Биани и Полину, фамилия мадам. Мы же при нашей немногочисленной родне, как со стороны Арбенов, так и со стороны Резо, могли представить им только нескольких дару. И все это время среди нас расхаживала какая-то дама, вознамеревшаяся во что бы то ни стало прицепить к каждому пиджаку флерд-оранж, сделанный из тофты и стоивший один франк. Наконец появляются Жанна и Мари, оба в костюмах из одной и той же темно-голубой шерсти в одинаковых светло-голубых рубашках, галстуках и с платочками в кармашке. Они выпили по кружке пива со своими свидетелями, вошедшими вместе с ними. Сейчас ясно, что, остановя они свой выбор на Арно Макслоне, словно созданном для роли свидетеля директора налогового управления, который, конечно, оказал бы честь своему инспектору, это слишком бросалось бы в глаза. Молодые предпочли школьную подругу Мари, маникюршу и молодого программиста, сослуживца Жанна, которая работает тоже на электронной вычислительной машине и к тому же выполняет обязанности профсоюзного делегата. В сущности, мне это весьма симпатично. Когда я женился на матери Жанне, свидетелями были ее патрон мэтр Ган и моя консьержка. Проходит служащий Мари, приглашает опоздавших, вступающий в брак прошу в зал номер семнадцать. Дольше ждать матушку и Соломею уже невозможно. Мы поднимаемся и входим в просторный зал, выдержанный в стиле Второй империи. Стены и кресла обиты пурпурным шелком, плафоны и зеркала отделаны золотой лепкой. Огромный камин облицован черным мрамором в античном стиле. Гипсовая статуя республики времен начала третьей со звездой в волосах смотрит невидящим взглядом на принарядившихся граждан пятой и на перечеркнутого трехцветной перемизи мэра, уже стоящего за столом из зеленого мрамора, инкрустированного белым мрамором с красными прожилками. Да, денег у них хватало при второй империи, враждебно заметил Жанне. Ему не повезло, он попал в один из самых роскошных залов для регистрации браков, какие только есть в окрестностях Парижа. Тише, тише. Мэр сочетает браком первую пару, которая решила не посрамить стенные панели зала и выставила шесть молодых людей в смокингах и шесть девиц, затянутых в розовый атлас. Союз мясников, мясная лавка лэш и колбасный ламбар женят своих детей, шепчет Биани, на зубок знающий всю картотеку налогоплательщиков. Известно, что если прежде заботились о фасаде дома, то теперь заботятся о вывеске. Я хронометрируем на чтение кодекса законов, на подписание контракта и поздравительную речь требуется двенадцать минут, в течение которых слово мадемуазель, состоящее из одиннадцати букв, сокращается до мадам. Подобрав свою фату, невеста со спины становится похожа на шелковичного червя в коконе. Ее жизнь будет долго разматывать нить этого воспоминания. Да и сам я признаюсь, я сижу рядом с Бертиль, но слева между Жаней и мной я чувствую тень Моники. Через Жаней я остаюсь мужем умерший, а Мари, которая соединилась с нашим сыном, лишь продолжает в своем чреве то, что было начато в другом. Тем временем появляются чаши для сбора пожертвований на бедных, потом на школы. Следующая пара подходит бывшей воспитаннике общественной благотворительности в сопровождении служащих местного магазина стандартных цен, где оба они работают, где они познакомились, магазин целиком взял на себя расходы, связанные с бракосочетанием. Приятно слышать, как они отвечают «да» своими звонкими голосами. Наш человек явно начитанный, желая им счастья, признается, что он вовсе не считает сиротским делом такой уж удачей, но зато, поскольку у них нет семьи, они будут свободнее нести ответственность за ту новую семью, которую создают официальное поздравление и снова сбор пожертвований. Подписывая брачный контракт, невеста сажает себе на платье чернильное пятно. Нас оставили на закуску. Теперь мы хозяева ста квадратных метров наборного паркета. Из глубины зала мы проходим вперед и занимаем места в первых видах, сидя перед зеленым мраморным столом на двух высоких золоченных креслах, предоставленных им муниципальной щедрости у Жаневи Мари смущенно ерзают, не очень понимая, как в них расположиться. Мэр, ненадолго отлучившийся, видимо, по естественной надобности, мелкими сухими шажками, возвращается на свое место. Секретарь начинает читать Мария Женевева Роза Берни, дочь Анжи Себастьяна Леона Берни, Клары Марии Паулина. Стоп! Именно этот момент и выбрала мадам Ризо, чтобы появиться в главных дверях под руку Соломей. Жена смущена. Если на сестре короткое парчевое платье, то мадам Ризо в хвалебном она ходит за марашкой, с высокой прической, в длинных перчатках, в длинном платье из лилового бархата, на котором переливается ожерелье из топазов. Вероятно, подделка, но довольно эффектная, извлеченная из того же футляра, что и ее браслеты и серьги с подвесками. Приближается медленным торжественным шагом. «Прошу вас, мадам», хором говорят мужчина из первого ряда, вставая, чтобы предложить ей стол. Она не убыстряет шага, демонстративно кланяется мэру, и, получив от него ответный поклон, садится с столомей, в последнем ряду, тем самым заставив любопытных обернуться в ее сторону. О зеленом столе они забыли по меньшей мере на целую минуту. Не подавая виду, мадам Ризо чувствует, однако, что ее прекрасно узнали даже те, кто никогда ее не видел. Взгляды рикошетом перескакивают с нее на меня, порождая в нас обоих неловкость, в которой мы никогда не признаемся, о которой никогда не будем говорить, но я при этом остаюсь самим собой, она нет. То усердие, с каким она старается существовать воплоти, с каким добивается, чтобы все ощутили ее присутствие еще настоятельнее наталкивает на сопоставление теперешней мадам Ризо с неотделимым от нее двойником. Так уж устроены люди. Если какой-то человек сильно изменился, никто не ищет в нем новых черт. Все стараются найти, что же он сохранил от прошлого. Когда я был ребенком, мадам Ризо держала меня в заперти, я отплатил ей за это стариться, и теперь она как бы скована льдом. Вряд ли мадам Ризо в восторге от того, что скоро станет прабабушкой, шепчет мне на ухо сидящая за моей спиной бабушка Дару. Безусловно, нет. Женить бы сына уже возвещает отцу, что в качестве такового он самой природой переводится на пенсию. Рождение сына у сына вашего сына. Предположим, что родится мальчик, это двигает вас прабабушка в допотопные времена. Ну, впрочем, хотя мамаша в свое время и обеспечила продолжение рода Ризо, ей наплевать на то, будет он существовать дальше или нет. Это чувство, возникшее не вчера, с годами могло лишь укрепиться. Как и для многих старых женщин, для нее наше будущее лишено смысла с тех пор, как оно возобладало над ее прошлым, ее потомством. Само по себе это слово означает, что она уже в прошлом. Мадам Ризо, которая не питает склонности к Жанне, могла бы и не являться сюда, сославшись, скажем, на простуду. И все же мадам Ризо здесь. Ибо снова увязавшись за нами по не совсем еще ясным для нас причинам, она осознается в двух из них, совершенно очевидных. Она хочет утвердить себя и хочет показать, что прошлое торжествует над будущим. Она показывает это, как и полагается, постепенно впадая в дремонту, которую можно ей простить, если учесть монотонность чтения и пространную речь, произносимую мэром, личным другом верного слуги государства Анжи Беони. Мэр поздравляет сперва его отца невесты, затем второго отца. Лицо не столь официальное, однако же вполне достойное. Он очищает до блеска нашу примерную жизнь, как пару ботинок, которую дорогим деткам в сущности остается только надеть, чтобы бодро шагать по уже протаренной дорожке. Моя профессия, связанная с морализированием, выработала во мне необычайную стойкость к проповедям. Но если даже самого представителя налогового управления, умеющего куда лучше справляться с цифрами, нежели противостоять словам Кларе Марии, приходится толкать локтем до Соломея, дважды толкает матушку, чтобы вывести ее из сонного отспенения в момент, когда молодые должны сказать «Да». Она жила в полумраке Нотр-Дам-де-Зардан, бывшей церкви аббатства, составляющей единое целое с Мэрией. Мы пришли туда все вперемешку. При входе освещаемым витражом в форме павлиниевых хвостов мадам Ризов тянула носом знакомый запах и бросила дело на небрежный взгляд на доску объявлений, где под расписанием фильмов приколотое извещение о свадьбах, заменившей собой церковное оглашение предстоящих браков. По другую сторону обитых дверей она удостаивает таким же взглядом лоток, где разложены благонамеренные газеты и журналы. Она даже листает какой-то журнал, чтобы не принимать участие в коротком совещании между тестем Женна, желающим взять под руку свою дочь и Бертиль, которая не считает, что должна вести под руку своего приемного сына. Бертиль права, в принципе, поскольку Моники уже нет, вести внука должна бабушка. Но Жене предпочитает идти со своей женой. «Доставьте вы его», шепчет мадам Резо, подставляя согнутую руку дедушке Паулино. Жене уже проходит ему не по себе. Для него нет ощутимой разницы между этой готической церковью, луксорским храмом или мезон коре в ними. Все эти святилища разных эпох, если и говорят ему о чем-то, то лишь как произведение искусства. Крестили его по желанию матери, он до сих пор упрекает меня за это. Но свобода царящая у нас в доме позволила ему от всего остального отказаться, равно как и его братьям и сестрам, за исключением, которая приняла первое причастие и этим ограничивалась. Жанне не мог бы назвать святых, населяющих церковные витражи и стены, кто с ключом, кто с лилией, кто с короной на голове, кто с собственной головой в руках и занятых своими делишками среди свечей, колонн и экс вотто, которыми прихожане увешали церковь. Эти святые не имели никакого отношения к тому, что интересовало с Жанне и никак не было связано с церкви и ей. Когда Мария нечаянно спотыкается о ступеньку дальше уровень пола в церкви повышается, Жанне шепчет своему отцу, который идет вслед за ним под руку с мадам Бионии. Послушай, если я даже отвечу священнику нет, все равно я уже женат. Теща испуганно таращит глаза, но все идет как по маслу. Бионии люди известные в округе, поэтому народу набралось порядочно, правда, больше половины стульев свободны. Мадам Резон достает знаменитые четкие слоновые кости, оправленные в золото, и невозмутимо перебирает их. Когда зазвонил колокольчик среди присутствующих, как обычно, началось движение. Сидеть или стоять это еще куда не шло. На это согласны представители обоих полов, но когда женщины преклоняют колени, многие мужчины продолжают стоять. Слышен шепот «Четыре редаколон разносильные». А вы обратили внимание на аналой из плексигласа, да еще с микрофоном? Не знаю, почему, мои дорогие, но соединение священного с современным, по-моему, отдают подделкой. Я уже не говорю об этих ужасных занавесках на хорах. Все-таки памятник такой ценности не следовало бы позволять «Да», произнес Жанне во второй раз. Было это в 11 часов 17 минут. Все остальное происходило в том же духе. Наши церемонии частично утратили уже свой смысл. Чаще всего мы считаем, что лишь равнодушие или ироническое отношение к этим ритуалам, способные извинить наше участие в них. Когда-нибудь придет время, и люди вновь искренне поверят в серьезность праздников. А пока что все делается как попало, царит сумятица. Жанне с трудом вынес длинную процессию друзей и родственников пришедших его поздравить. С большинством он даже не был знаком, процентов шестьдесят из них с нетерпением смотрели на часы. Он вышел бурча, если девушка отдает вам свою руку, почему вы должны пожимать двести других, непонятно. Он счел и, конечно, не ошибся, что бабушка бросила ему вызов, когда вручила на паперке свой свадебный подарок, перстень с печаткой гербом резо, принадлежавший его дедушке. Спасибо, я соскоблю эту чушь и выгравирую мои инициалы, сказал он, засовывая подарок в карман. Погода стоит относительно хорошая. В перерывах между двумя дождями со снегом март снова дарит нам небесную синеву. Уткина заводь кабачок на сваях у самого берега марный приятен, несмотря на свое сомнительного вкуса название. И это толстое стекло посреди паркета, под которым на зарешеченном загоне прящется дюжина уток, они предназначены для вертела как та форель, что ждет своего конца в аквариумах шикарных ресторанов. Меню пожелания у Жанне, ограниченное тремя блюдами и двумя сортами вин, подобрано вполне пристойно. Но мадам резудуется. Дело в том, что две корсиканские бабушки старше ее, а значит хоть в чем-то ее перечлили. Новые туфли натирают блондиню ноги, а Бен паясничает. У Саламеи, которая только что беседовала с доктором Флорман Тенном, пришедшим поздравить молодых, вид еще более отсутствующий, чем обычно. Все, кому меньше двадцати пяти лет, разговаривают между собой в случае необходимости через голову пожилых людей. «Имея привычку как глухой читать по губам, я, кажется, расшифровал подвижение губ моей невестки, которая изнемогает, зажатая среди стариков, едва слышный шепот, вызвавший улыбку моего сына. На свадьбе должна быть только молодежь, а на похоронах старики». Шутка попала в цель. «Просто делу даешься, как послушаешь, что говорят так называемые солидные люди, сойдясь за стаканом вина. Сказанное ими можно поспрягать заранее. Я говорю о погоде, ты говоришь о деньгах, он говорит о еде, мы говорим о нашей печени, вы говорите о машинах, они говорят о своей заднице. Можно предположить, что за сыром оттолкнувшись от этой последней темы некоторые доберутся и до передовых идей». Едва сидевший справа от меня Батист определил любовь как единственную общую точку между двумя параллелями. Сидевшая слева от меня Эмилина Дару, преподавательница из Шапталя, заявила, что этот, хотя и несколько рискованный образ, все же точен, ибо все остальное никогда не соединяется. Ей передают торт с вишнями, и усиленно его поглощая, она вознаграждает нас приторным, как торт с кремом, банальным изречением. Каждый сам по себе. Затем следует совет нашим окрутившимся деткам, чтобы утешить этих новичков. По сути дела существуют новобрачные, но брака не существует. Обсуждается институт брака. Беглый обзор разных его вариантов моно, тетра, полигамия, беглый обзор ситуаций, в целом тоже заслуживающих уважения, которые можно было бы назвать тайно-брачными, единобрачными, многобрачными. Эмилина совсем расчувствовалась. Она отменяет брак, и все дети, и все союзы, вдвоем, втроем, из пятнадцати членов, из н плюс один членов, становятся законными. Мадам Резо, которая основательно заправилась, а потому пришла в хорошее настроение, сочувственно наклоняется к мадам Деру. «Это ваша дочь?» «И не говорите», отвечает ей эта милая женщина, еще совсем крошкой, она кричала в кондитерской, «Давай конфеты!» Но Анж Биони протестует. Налоговый инспектор, он не может допустить, чтобы любовь не была зарегистрирована. Он отхлебывает глоток кофе и уверяет, что при всем том, он человек широких взглядов. Потом делает еще глоток и соглашается, что отель, надо сказать, иногда все же предшествует толторю, вместо того, чтобы за ним следовать. Но кто же тогда отец по вашей системе? Как вы, мадемуазель, его определите? Многие зевают. Переходим к ликером. Не знаю уж, каким образом зашла речь о королеве Елизавете. Батист пользуется этим, чтобы опять напасть на Эмилину. Король достаточно великодушен, чтобы сделать свою жену королевой. Королева же может сделать своего мужа только принцем консортом. Эмилина тут же переворачивает этот аргумент по-своему. Вот до чего доходит дискриминация женщин. Королева не настолько королева, чтобы сделать своего мужа королем. Вот в чем суть. Переходим к сигарам. Эмилина продолжает радовать за эмансипацию своих сестер, царствующих и всех прочих. Ах, время-то идет, говорит наконец мадам Биони. Не пора ли нам освободить зал? Он ушел. Теперь он будет приходить к нам только в гости в сопровождении спутницы его новой жизни. Скоро он утратит общие для всех нас привычки, ставшие уже непроизвольными навыками, забудет, где обычно лежит четкой консервной нож, открывалкой для бутылок. Наш сын уже не принадлежит к числу тех, кого называют детьми в собственном смысле этого слова, относящегося ко всем, кто без различия в возрасте продолжает жить в родительском доме. Теперь он сделался женатым сыном. Но до того, как он станет для нас получужим, отсутствие его, еще много недель будет ощущаться сильнее, чем прежде ощущалось его присутствие. Комната его по-прежнему остается его комнатой. Мы еще долго будем говорить, ты видел, у Жанны потрескался потолок? нам будет не доставать его умелых рук. Ну вот, а кто же теперь починит нам выключатель? Его место за столом справа от бертиль оставалось пустым. О, Бен, которому следовало бы пересесть туда со своего места слева от матери, не осмеливается на эту рокировку. многие стороны жизни, с которыми мы раньше соприкасались, исчезли для нас вместе с приятелями Жанны. Исчезла электроника, о которой эти юные очкарики вели увлеченные непонятные нам разговоры. И сейчас спорт. Перед нами больше не появляются мускулистые атлеты в майках с эмблемами своих клубов. И блондине уже не приходится возмущаться, как прежде, когда ее заставляли смотреть по телевидению какой-нибудь матч вместо театральной программы. Тем более жестоким ударом было для нас неожиданное решение Соломеи. Бертель вернулась встревоженная. Ей, как и мне, не понравился разговор дочери с доктором Флормонтеном. К тому же по возвращении из Ланидии она слышала, как Соломея позвонила ему. И о чем ты говорил с ним в полголоса. А потом даже словом об этом не обмолвилась. Наступление начала воскресенье днем мадам Ризо, оставшаяся у нас на уикенд. Когда Бертель сказала, что Соломея плохо выглядит, то призналась, что действительно похудела на три килограмма. Она же целый день на ногах вмешалась мадам Ризо. С утра до вечера носится по Парижу, бегает по этажам, да еще тратит час на дорогу туда, да час обратно, причем в самой толчью. И в самом деле Соломея работала теперь не только на Авенюшу Ази в конторе Максер. Она ездила показывать квартиры в его домах, разбросанных чуть ли не по всему Парижу. Кроме твердого жалования она еще получала определенный процент и хорошо справлялась с работой. Но бабушке очень часто приходилось завтракать без нее. Как она может все это выдержать? Продолжала мадам Ризо. Надо избавить ее, по крайней мере от езды на работу и домой. Она вполне может жить у меня. И мы ее совсем не будем видеть? Почти резко сказала Бертиль. Благодарю вас, но я вовсе не желаю разлучаться со своей дочерью. Согласитесь, что место ее скорее со мной, чем с вами. Разве об этом речь? Вкратчиво заметила мадам Ризо. В таком возрасте для Соломей и главное не вы и не я, а ее работа. Мне удалось ее устроить. Я хочу только, чтобы она могла сохранить это место. Ну, если вы предпочитаете, чтобы она так моталась. Прервав разговор, Бертиль поспешно ушла в кухню. У нее это признак решительного несогласия. Матушка встала и, проходя мимо меня, спросила, «Ты что об этом думаешь?» Я сделал ошибку, ответив, «Знаете, мы в семье живем очень дружно, и нам не хочется никого терять». «А что я тебе говорила, бабуля?» сказала Соломея. «Пройдем ты со мной немного, милочка», предложила мадам Ризо, уже не обращая на меня внимания. «От вашего центрального отопления я просто задыхаюсь, нуля, подышать свежим воздухом». Соломея пошла с ней прогуляться по бульвару Балю. «Неужели мадам Ризо полагала, что отъезд моей дочи как-то уравновесит для меня ухуджанное?» «Если так, то какая наивность, ведь я уже плохо на меня знает». «В молодости я ненавидел мамашу, или вернее ненавидел ее ненависть ко мне». «Ничуть не больше была мне по вкусу ее любовь к Соломею. Мне это казалось грабежом, а кроме того, я усматривал в этом нечто противоестественное. Матушкину игру я понимал таким образом. Она добивалась того, чтобы в конце концов Соломея почувствовала себя здесь непрошенной гостьей. То есть, чтобы я как бы прогнал ее, и она, матушка, приютила. Надо было избежать этой ловушки. Но матушка об этом я узнал лишь позже, выложила другие козыри. Когда Соломея появилась после прогулки, немного опиздев бабушку, которая пыхтя поднималась по лестнице, Берсель, Блондина, Бен и я, смотревшие в это время фильм, сразу же обратили внимание на то, что вид у нее какой-то странный. Она прошла через комнату, не глядя на нас. Ты что, плохо тебя чувствуешь, детка? спросила Берсель. Нет, нет, ответила Соломея, и на ходу, захватив какой-то журнал, поднялась к себе и стала играть на скрипке. За ужином Соломея, как мне показалось, держалась не более отчужденно и не более натянута, чем всегда. она только избегала встречаться взглядом с нами, в том числе и с бабушкой. Она очень рано собралась спать и слабым голосом объявила «Правда, я очень устал. Раз бабуля предлагает мне пристанище, я уеду в понедельник и вернусь в пятницу вечером». Потом она обошла комнату и поцеловала всех нас, даже Бен, очень огорченный тем, что в четверг ее не увидят, не поцеловал ее в ответ. Когда мадам Резу ответила ей долгим поцелуем, Бертиль опять ушла в кухню и чуть погодя мы услышали, как о плитке пола с грохотом разбилась компотница. Редко можно быть уверенным в счастье другого человека. Красота, здоровье, власть, богатство, любовь, даже когда они все в наличии, не могут служить залогом счастья, так же, как чудесные краски на полите художника вовсе не служат залогом того, что он создаст шедевр. Во всяком случае, пока это счастье не сотрется от постоянного соприкосновения с действительностью, его размеры, его ценность и даже само его существование ускользают от нас. Едва ли можно доверяться внешним признакам с тех пор, как мадам Резо покончила счеты с жизнью и не раз спрашивал себя, случалось ли ей хоть когда-нибудь быть счастливой. Она сама вряд ли задала бы себе подобный вопрос и даже не произнесла бы этого слова и отвечал, если она когда-либо изведала счастье, то лишь этой весной сломей. Как она нам и предсказывала, мы остались одни с нашими родными детьми. В принципе, Соломея собиралась проводить дома два дня и три ночи в неделю. Некоторое время она строго следовала этому намерению. Она возвращалась поздно, оставляла свой Остин во дворе, входила в столовую, держа папку под мышкой с тем выражением на лице, которое мать ее называла «улыбкой торгового агента». Она была приветлива, но если прежде нежно обнимала каждого из нас, то теперь легким прикосновением губами и старалась как можно скорее чем-нибудь заняться. Помочь Обэну написать сочинение или решить задачу по математике, сыграть в подвале партию в пинг-понг с блондиной, это помогало ей восстановить душевное равновесие и даже развеселиться. Ее отношения с братом и сестрой внешне оставались прежними, переменилась она только к нам. Но если после истории с Гонзаго Соломея заперлась от нас на ключ, то теперь она повернула этот ключ на два оборота. Приученная помогать матери, она не уклонялась от этого, она даже охотно занималась хозяйством, но делала все почти молча. «У меня такое впечатление, заметила мне Бертиль, будто я наняла за стол квартиру англичанку, которая ни слова не знает по-французски. О тебе я уже не говорю. Соломея старалась не показывать вида, что она меня избегает, это ей плохо удавалось, и в итоге она стала все реже бывать у нас. Чтобы не выслушивать вопросов вроде такого, в конце концов, что-то против нас затаило. Ответ ее всегда один и тот же. Да нет же права ничего. Начиная с апреля она стала появляться только через раз. И в результате мы видели с ней даже реже, чем с Жанне, который переходил разделявший нас мост каждую неделю по вечерам, а кроме того решил посвящать нам целиком один воскресный день в месяц, второе воскресенье он проводил у Беони, а третье оставлял для спорта, четвертое же для других развлечений. Правда, желая как-то возместить нам отсутствие Соломей, мадам Ризо сумела поставить у себя телефон, хотя сеть в этом районе крайне перегружена, и глубоко уязвленная Бертиль вынуждена была выслушивать несколько монологов свекрови. Мадам Ризо оглушительно кричала в трубку, но сама практически уже не слышала того, что ей пытались сказать. Вы знаете, по субботам у нее особенно много работы, иногда ей приходится встречаться с клиентами даже по воскресеньям. Макс позавчера сказал мне, тетушка, я хотел оказать вам услугу, но больше всего выиграл на этом я сам. Иногда Соломей брала у нее трубку и добавляла несколько слов. Но если мадам Ризо говорила только о своей внучке, то Соломей произносила какие-нибудь любезности, не упоминая о бабушке. Наконец однажды утром в субботу до предела возмущенная тем, что Соломея не показывалась две недели подряд и даже не свечла нужным предупредить накануне, что не явится, и в этот раз Бертиль сказала мне «Поедем». Не зачем уточнять куда именно. Я и сам уже подумывал о том, что неплохо было бы съездить туда. Другие не стали бы ждать так долго, и если мы до сих пор не нагрянули к нашим дамам, то лишь потому, что я сам в прошлом жертва насильственного вмешательства в свою жизнь не терплю слежки за другими, не выношу, когда лезут в чужие дела и ограничивают свободу другого человека, даже если дело касается моих близких. Но больше так продолжаться не могло. Мадам Резо ни разу не появлялась у нас со временем женить бы женой, вероятно, во избежание каких-либо объяснений. Она и нас не пригласила посмотреть, как они устроили сновень у Фуазии. Не могли же мы допустить, чтобы она разлучила нас с Соломей? Не доводя дело до скандала, надо было все-таки дать ей это понять. К тому же у меня был очень хороший предлог ремонтной работы в Хвалебном, о которых мадам Резо и не заикалась. Дом, хотя и расположенный в многолюдном тринадцатом, а не в привилегированном шестнадцатом, округе, где, кстати, для поддержания престижа на улице Помп жил Макс, был целиком построен из стекла и мрамора и выглядел весьма внушительно. В холле, где пахло еще свежим лаком, меня сразу заинтриговали две вещи. Объявление, обращенное к владельцам квартир и где-то в середине ряда почтовых ящиков из палисандрового дерева, напечатанное типографским способом карточка с именем той, что проживала на восьмом этаже в квартире восемьдесят семь, а на карточке значилась мадамозель Соломея Фориум. И внизу красным фломастером приписано им мадам Реззов Дова. В щели торчал номер Вест-Франс. «Раз почты не вынуты, скорее всего, их нет дома», сказала Бертиль. «Если в самом деле не оказалось дома». Все, что мы увидели на восьмом этаже, была дверь красного дерева с глазком и тремя секретными замками, свидетельствовавшими о неискоренимой кранской подозрительности. Спустившись, мы обратились к совсем молоденькой консьержке, причесанной, разодетой, как кинозвезда, и та ответила нам одной, но весьма знаменательной фразой, из которой мы выяснили по меньшей мере два факта. Мадемуазель уехала в деревню со своей бабушкой. Нетрудно вообразить, что произошло. Чтобы оторвать девушку от семьи, с которой она жила в полном согласии, достаточно проявить терпение. Сначала задушевные разговорства, и родители правильно делали, что привлекали вас, детей, к решению семейных вопросов. Теперь тебе легче будет расправить свои собственные крылышки, потом намеки. Ну, вот теперь ты ни от кого не зависишь. Мне кажется, они не очень-то охотно на это пошли. Со мной было совершенно то же самое, и твой отец много раз упрекал меня за это. Всем нам трудно избавиться от чувства родительской собственности. Будем продолжать, будем комментировать, будем осуждать несговорчивых обитателей дома в Горне с приличествующей случаю строгостью. Именно этого я и боялся. Одной рукой тебя освобождают, другой вновь привязывают. Во всем этом Соломея нам потом признается, да и в остальном тоже. Однако, хотя такая настойчивая обработка давала свои плоды, одной ее было бы недостаточно. Вместе с независимостью, которую обеспечивал конверт с деньгами, получаемый в конце каждого месяца, самым существенным была квартира. Важнее всего чувствовать себя дома полной хозяйкой. И в этом мы сможем скоро убедиться. Мы вернулись на ливень в Шуази в половине восьмого, и только мы вышли из лифта, как я, не успев еще позвонить, услышал через дверь голос мадам Резо. Ручаюсь тебе, это они. Должно быть, консьержка описала нас достаточно точно. Кто-то уже заслонил свет в глазке, меж тем, как я нажимал на кнопку, извещая о своем прибытии серии коротких звоночков. Многие годы, услышав их, дети сбегали вниз по лестнице с криком «Папа пришел, папа пришел». Ну, ладно, ладно, успокойся, успокойся. Раздается голос матушки, сопровождаемой лязгом отодвигаемых засовов. Мы попадаем в прихожую, которая, в сущности, составляет часть квартиры и сразу же неожиданность. Художник-декоратор, конечно, не посоветовался с мадам Ризо, привыкшей к доставшей из понаследства случайной мебели провинциальных жилищ, где полы прогибаются под грузом лета старого дуба. В этой композиции, одновременно сдержанной и легкой, были учтены и объемы цветной пятно каждого предмета. Кресло либо пламенеющие красные, либо холодно оливковые выделялись на фоне ковра и сквозьей шерсти, брошенного на черный, как контрацвет, бобрик, которым обид пол. Достаточно было увидеть здесь ламию, чтобы понять, до чего она гармонирует с этим убранством. И, напротив, мадам Ризоу кажется здесь с той же неуместной, как монахиня фольбержер. Но когда мы усядем после ритуального сухого чмоканя в щеку, не будет сделано ни малейшего намека на владельца квартиры, на декоратор, на то, сколько все это стоило. Нас даже не спросят, нравится ли вам здесь. Напрасно вы беспокоились, сказала Соломея. Мы были в хвалебном. Обычно я провожу там уикенд, когда Соломея в горное, сказала мадам Ризоу. На этот раз я взяла ее с собой, чтобы она сама поговорила с малярами насчет своей комнаты, и, повернувшись к настоящей хозяйке дома, она спросила, мы оставляем их ужинать. Это будет чудесно, сказала Соломея, но в таком случае мне придется сходить за покупками. Нет, нет, возразила Берстиль, нам непременно надо быть дома. Часов в девять собирался зайти, Батист. Кстати, я составила смету на первоочередные работы, продолжала мадам Ризоу. Ты выслешь мне половину этой суммы, и я все устрою. Я как раз хотел попросить у вас счета. Я сам себе противен, но все-таки вступаю в эту игру. Есть люди, возле которых легче жить в качестве их врага. Камень о камень, тогда, по крайней мере, высекаются искры. Жалеть мамашу все равно, что пытаться проникнуть в каменную глыбу. Она решила не понимать истинной цели нашего Юдита. Что мы у нее оспариваем и по какому праву? Берстиль и я, мы запутались и попали в такое положение, когда естественность уживается с невероятным. О естественности в поведении Соломеи и речи быть не может. Она пересиливает себя. Веки у нее будто налиты свинцом, она места себе не находит. Но зато естественность поведения матушки граничит с блаженной непосредственностью. Прежде она сидела обычно на самом краешке кресла, а сейчас просто утопала в его мягкой обивке. Она располнела, теперь это была жирная довольная кошка, которая прячет губки и показывает бархатные лапки. Эмфизема легких придавала ее голосу сходство с морлыганием. Одно время я боялась, что мне придется отказаться от нашего отпуска. Но ведь Соломей работает еще слишком мало, и пока они имеют права на отпуск, она уже не таится. Отныне само собой разумеется, что все зависит от Соломей, и что обсуждать здесь нечего. К счастью, в июле Макс закрывает свои конторы. Вертель встает. Горькие слова, которые ей хотелось произнести, застевают у нее в горле, теперь у нее одно желание поскорее уйти. Но Мадам Ризо настаивает, чтобы мы осмотрели квартиру. В спальне Соломей норвежская береза, как будто прямо с витрины на улице Сент, Антуан, из любимых вещиц, создававших уютный беспорядок ее комнаты в Гурне, здесь нет ничего, кроме черной плюшевой пантеры, которую Гонзаго выиграл однажды в Атерейной ярмарке. В спальне Мадам Ризо тиковое дерево. Ей приходится спать на низком диване, над которым висит огромная фотография ее любимицы. Она бросает одинаково пылкий взгляд сначала на портрет, потом на оригинал. Не беспокойтесь, здесь ее не обижают, говорит она. Май, июнь, ложным положением я предпочитаю открытые конфликты, если последние могут избавить нас от первых. Приходилось желать, чтобы подобный конфликт вспыхнул в нашей семье такой дружный всего каких-нибудь полгода назад. Хотя Жанне и избрал чересчур примирительную позицию, он оказался прав. Нам не следовало возобновлять отношения с мадам Резо. Ненависть или обожание ничего не меняли в ее методах. Она снова начала изматывать окружающих, быть может даже не желая этого, быть может этого не сознавая. Было в ней нечто роковое подобное волне слепой и неотвратимо бьющей о берег. В иные минуты я склонен был верить в новую ее подлость и в обдуманное намерение вредить разлагать нашу сплоченную семью, в которой я всегда видел свой реванш. А теперь матушка стремилась в свою очередь взять реванш внося разлад в мой дом. Как бы то ни было намеренно она это делала или нет, результат был тот же. И все новые и новые эпизоды усугубляли приносила ей вред. Теперь Бертиль иногда нападает на меня. Если женщины острина среагируют на семейные неурядицы, их можно простить. Большинство из них лишено преимущества мужчин, которые спасаются, углубляясь в свои профессиональные занятия. Но Бертиль дошла до того, что однажды сказала мне ты должен был сразу же положить этому конец. Ведь я-то не могу вмешиваться. В конце концов это твоя мать. Я возразил ей, хотя и сожалею об этом. Как бы я тогда выглядел, что играть роль отчима протестующего против того, что она одаривает Соломею, ну это уж спасибо. В конце концов это твоя дочь. Блондине исполнилось 16 лет. Она собирается держать экзамен на бакалавру. Француз, у которого ничего нет, кроме свидетельства о рождении, считает, что этот аттестат удостоверяет его знания и открывает доступ к существованию высшего порядка. Блондина вдруг стала принимать себя всерьез, вышла из того очаровательного возраста, когда подростки не сознают собственной прелести и вступила в пору, когда девушка стремится обрести индивидуальность. Она издали обращает на себя внимание огненной гривой, не спадающей на белую блузку, которая облегает округлую грудь, при этом талия ее так туго стянута корсарским поясом, что из-под него просто выпирается держимое застегнутых на бедрах бледно-зеленых брючек с отворотами. Ее волосы так пламенеют, что, несмотря на укромную тень на паперти церкви Сент-Арну, я замечаю, что они смешались с ей-то кастановой копной. Сестрица моя чуть не утонула, и делают искусственное дыхание, говорит обен, который ходит за мной по пятам. Подожди, я бегу ей на помощь, я бросаюсь вперед, вежливо отстраняю парня со следами помады на лице, увожу с собой судорожно вздыхающую блондину, внушаю ей, что готовиться к экзаменам сейчас гораздо важнее, чем позволять себе тискать. Сначала надо, чтобы ее знания прощупали преподаватели, а уж потом пусть ее щупают парни, но она, несмотря на свой возраст, начинает спорить, отвергает мою теорию ценностей, приводит в пример Соломею, что делать, я вне себя от возмущения и досады, и вдруг хлоп, ну вот, мелочка, ты схлопотала по щечину, мы все начинаем нервничать, у нас в столовой появляется батист, он дергает себя с забора, два, это дурной признак, вчера, проходя по площади дофин, он вдруг увидел, что из дворца правосудия выходит, кто бы вы думали, его племянница, до ворот ее провожал какой-то судейский в манте с орденской розеткой, я пытаюсь шутить, может, она собирается за него замуж, или загон-загон, говорит батист, хочешь знать мое мнение, Соломея всех нас водит за нас, в том числе и твою мать, Бертель не верит, ее дочь не могла вдруг стать такой скрытной, Жене, он пришел к нам вместе с Мари, которая уже совсем округлево спрыскается от смеха, да бросьте, Воль, это совершенно нормально, девушка, если она влюблена, ни с чем не считается и способна на что угодно, не правда, кричит Абен, когда мы говорим о ней, тебе все видится в черном цвете, сказала Бертель, Жене, обидевшись, уходит, немного погодя, звонок по телефону, это Поль, она всегда звонит мне раз в месяц, спрашиваю у нее совета, по своему обыкновению на вопрос она отвечает вопросом, а вы знаете, где сейчас этот парень и что с ним, потом она восхищается, да, восхищается тем, что женщина в 75 лет, известная своей черствостью, еще способна на такую пламенную любовь, так она и сказала, она спокойно добавляет, что ей нравится моя ревность, рассердившись, я вешаю трубку, это мнение диаметрально противоположное мнению мадам дару, которая вовсе не по вкусу, что ее родная внучка пользуется щедротами своей названной бабушки, все равно как если бы я отдала все жене, повторяет она, каждый должен опекать свое прямое потомство, так или иначе, по этому поводу много разговоров и на нашу семью льется изрядное количество помоев. Что-то безусловно происходит. Ну что, Соломея звонит все реже, целых три недели не показывалось, а когда наконец съявилась, то приняла в штыки вопросы матери. Ты устраиваешь за мной слежку? Недовольно помолчав, она все же добавила в защиту, защитник потребовал у судьи, чтобы меня допросили. Не могла же я отказаться? Так мы и не узнаем нигде никак никто ей сообщил о вызове в суд. Но когда Бертиль пытается обнять ее, говорит, что мы не понимаем, почему она не приезжает, что мы без нее скучаем, сломи разражается рыданием. Какой мясносный и одни и другие. Набрасывается она на мать. Меня любят, как же, любят со всех сторон. Но каждый любит для себя. Абан тот дуется на то, что меня нет дома. Некому подоткнуть ему одеяло, как в те времена, когда ему было пять лет. все хотят, чтобы я была с ними, и никто не думает о том, с кем хочу быть я. Довольно уж мне трепали нервы. И вдруг бросается в мою сторону, и твоя матушка туда же. Это можно было предвидеть. И все же никто из нас не ожидал появления мадам Ризо, которая, не доверяя телефону, решила, что вернее будет нагрянуть к нам без предупреждения на неделю среди бела дня, то есть когда ее любимица работает. Боясь, что не успеет вовремя вернуться, она даже взяла такси. Шофер уезжая пожал плечами. Наверное, она дала ему слишком скудные чаевые. И вот она здесь, в моем кабинете с виду совсем добренькая, сидит со мной и Бертиль. Она явилась под тем предлогом, что тебе нужно передать нам счета. Затраты явно преувеличены. Так как я не умею торговаться, я не стал возражать. Но чтобы не выглядеть дураком, я не стану говорить, что напрасно пошел на такие расходы ради сомнительного удовольствия оставить следы своих подошв на участке кранской глины, которые вместил еще мой прадед. У Фреда желтуха, сказала наконец мамаша. Она прищелкивает языком, довольная, что может сообщить нам такую новость. И, помолчав, продолжает. Марсель выдает замуж старшую дочь Розу очень удачно. Жених инженер нефтяник, семья и взгляд и общественное положение все превосходно. Но это, видимо, нам назидание, дабы мы могли сравнить, сопоставить. Однако семейная хроника еще не закончена. Что до Ревейля так есть, Марсель его продает. Но он не дурак. Он вступает в компанию с предпринимателем. И вы догадываетесь, с кем? Гертиль неопределенно поводит плечами. С ФБНЗ, черт побери. Уъезда в парк огромная, объявление скоро здесь будет воздвигнута резиденция Жозефина. Ну да, там, где жил один только мой дедушка, полковник, по прозвищу Индюк, появится сто квартир. Как говорит Макс, колесо фортуны повернулось. Сегодня Индюк, и ему подобные уже изжаренные их можно резать на части. Соломея занимается всем этим вместе с ним. Пауза необходима для того, чтобы перейти от второстепенного к главному. А теперь не только вы ее не видите. Все уикенды я тоже провожу одна. Мы с Бертили заморгали глазами, и напрасно лицо мадам Ризо подергивается, покрывается густой сеткой морщин, которые становятся вдруг еще глубже. она хотела убедиться в истинности того, о чем сама же нам сообщила. Тот, кто не желает ни с кем делиться своим добром, не откажется от помощи другого, если понадобится это добро защищать. Но, боже упаси, выразиться яснее, мадам Ризо лишь добавляет, бедняжка, она меня немного беспокоит. Вот уж кому необходим отдых на свежем воздухе подальше от Парижа. Вечернее солнце, притушенное явняком, разбрасывало среди круглых листьев водяных лилий с вкрапленными кое-где маслянистыми цветами кружки зеленоватого света, таявшие в воде, на которой тоже возникали и расплывались круги всякий раз, как на поверхность поднимался. Жук-плавунец или снизу листа касался присос плотвички или сверху морщил своим быстрым прикосновением один из тех ложных бегающих пауков, которых папа по-ученому называл Гэрис. Мы сидели на берегу в пяти метрах друг от друга. Фермер, мой младший сын и я. Начал я с фермера. В моем отсутствии он, вероятно, не решал себя предоставленного мне Марселем праворыбной ловли и правильно делал. Я нашел старые отцовские холчевые штаны, в одних шортах, пока еще белый, как раковина умывальника, а у Бен, находившийся в периоде бурного роста, поджаривал на солнце свои тощие детские руки и ноги. Против своего обыкновения он не произносил ни слова. Что касается жубок и настого с мускулистыми руками и могучей грудью лысеющего всюду, где положено расти волосам, то он расстелил на траве свои медведовые штаны с разноцветными заплатами и сидел неподвижнее, чем обрубленный ствол ольхи, от которого параллельно его ногам к речке омаль спускались два красноватых корня. Негнувшие со стебли камышей, устремивших свои стрелы в серое облако, словно приклеенные к небу, уже много часов стоявшие над своим увязшим в реке двойником и неподвижные поплавки поплавок на нейлоновой леске, уходившие в прозрачную глубину и поплавки удочек, лежавших на небольших рогарках из обструганного ясеня, подчеркивали безмолвие, едва нарушаемое коротким кваканьем лягушки или далеким улилюканьем удода. Блаженный покой тихих вод, котел, в котором лето варит экстракт, из различных запахов, мяты, шалфея, полыни, болотного газа, поднимающегося из глубины пузыряками и тины, рождающей головастиков, а над всем этим господствует вызванный органическим обменом запах гнили, сопровождающий всякую давно мокнущую зелень и слизи смазочного масла рыбы. Хоп! поскликнула Бен, ловко вытащив из воды лотвичку, которая падает в траву на то самое место, где пять минут назад он поймал кузнечика для наживки. Он осторожно подполз к рыбке, чтобы отцепить крючок, и, лекоя, поднял кверху большой палец, безмолвный клич победы. Это была уже пятая рыба, которую он бросил в корзину, присоединив ее к восьми головлям, тем линям, одному лещу и нескольким усачам. Потом он снова бесшумно забросил удочку. Хорошо клюет, прошептал жабо. Мелкая рыбешка уже начинала прыгать под носом у окуней и щук. Лучи солнца стали совсем косыми, и лягушки заквакали громче, подняв голову на пять сантиметров над слоем болотных орехов, извиваясь, медленно прополз уж. зимородок с малявкой поперек клюва трижды пролетел взад-вперед, вниз по течению над тем местом, где он, должно быть, заметил стайку рыб, до какого-то места вверх по течению, где, вероятно, находился его гнездо. Лежского Бена два раза обрывала крупная рыба. Мало-помало тени повернулись, удлинились, а из глубин воскресного дня донесло смычание коров, которые, подойдя к изгородям, ожидали своих телят. Между огаренными стволами платанов мелькнули два платья, замахали обе обнаженные руки, и как раз в этот момент дабы напомнить нам, какой мы кровью первая сова испустила свой старинный шуанский крик. Пора однако подумать об ужине, сказал живо. Когда мы возвращались домой, опередив колокол с недавних пор подчиненной нашему расповерку дня, Бен, победно размахивая корзиной, вдруг сказал папу, мышь боится кошки, а интересно, летучая мышь, боится совы, у которой голова как у кошки, а? В общем, приятные минуты, связанные с чем-то засевшим во мне так же крепко, как корень вьюнка в почве, таких минут в течение этих каникул будет немного. Без особого восторга, прибыв в хвалебной через три дня после мадам Резои соломей, которые приехали отдельно на Остине, мы сообщили им, что наши молодые здесь не появятся, чтобы никому не было обидно, Жанне договорился со своей фирмой и ему предоставили оплаченный отпуск в третью очередь, так что он будет свободен как раз к тому времени, когда Мари придет пора рожать. «Я никого не принуждаю навещать меня», кисло заметила матушка. Несмотря на ремонтные работы, частью, правда, еще не оконченные, удобства здесь весьма относительные, два водопроводных крана, электричество, три отремонтированные на уже полные комаров комнаты, в которых, несмотря на опрыскивание, летом появились и блохи. По физиономии Бертиль не мог судить о том, до какой степени обитатели пригородов, живущие в своих благоустроенных домах с подстриженными садиками, не подозревают, что такое настоящая деревня. И вот теперь она познакомилась со святой феей Хлорофилу, с этим прелестным кортежем из листьев, цветов, плодов, в котором участвуют также крапила, черный терновник, чертополох, жалящие, кусающие, сосущие букашки, свиные клещи, слепни, осы, трутни, сороконожки, муравьи, уховертки, сильно вредящие поэтичности бабочек, водяные стрекозы и прочая божья твать. Я уже не говорю о присмыкающихся, называемых здесь гадами, о двухметровом желтопузике, об опасной медянице или даже о толстом дождевом черве, что водится в огородах. И не говорю о ночных писках, о крысиных сарабандах на чердаке. Вся эта нечисть, которой я и мои братья в детстве были совершенно равнодушны, не давала покоя моим вечерям. Привыкшие к окружению приятелей, к благам, которые предоставляют море или горы, они чувствовали себя неуютно. Старый кракет, комплект заржавленных шаров, дырявые ракетки для бадминтона, ящик с отверстиями, куда можно бросать металлические кружки, часть которых уже потеряна разве это развлечение? По-моему, для купания не годится, в ней слишком много тин. Хататься на лодке, но грести двумя веслами невозможно, слишком мало места в речке, а управлять одним веслом не каждый умеет. Когда мадам Ризо неизменно старавшаяся склавить мне по Бена, чтобы он не цеплялся за левую руку Соломей, как она цеплялась за правую, когда мадам Ризо раз пять-шесть сводила их на прогулку по полям и по дорогам утонувшим среди откосов, когда они в своих маленьких сапожках вдоль нашагались между колеями, капустными кочерыжками и длинными рядами звездообразных навозных лепешек, оставленных быками на утоптанной дороге, когда они убедились в том, что им здесь смотреть не на что, кроме как нагнущиеся под ветром яблони на поля клевера между поросшими терновником земляными оградами, за которыми простирались с той же уродливо огороженные картофельные поля, тогда они решили, что ж, видно, такая уж она есть, это сельская местность. окружной центр Сегре, от латинского слова Сегретум, что значит изолированный, уединенный, тут нет живописных пейзажей, словом, самая настоящая, самая обычная деревня, кроме Обена, обожавшего лазить по деревьям, ездить без седла на лошади Жобо, шарить по сеновалам и меня, ну, я-то могу работать где угодно, лишь бы был у меня кусочек стола, все остальные уже в конце первой недели изверно заскучались, тоской вспоминая виллу Ост-Сегор или домик Араш-Лекаро, который мы снимали в прошлом и позапрошлом году. Я беспрестанно слышал традиционный вопрос нового поколения, привыкшего к овощным консервам и комфортабельному отдыху. Чем бы нам заняться? Они создали себе иллюзии, а я свои. То или иное место нравится нам больше других только потому, что мы провели в нем детство, и мы никогда не должны его покидать, если хотим, чтобы к нему привязались наши дети. Мои дети выросли в парижском предместе и следу будет для них заховусть ему, где обитало две сотни провинциалов. Соломиря принялась подолгу пиликать на скрипке, блондинам фотографировать все подряд. Сестра, которые прежде редко проводили время вместе, стали совершать экскурсии в замки, на пляже, в луары, в мастерские гобеленов в анже, и стараясь уехать потихоньку, чтобы ускользнуть от бабушки, которая в последний момент всегда оказывалась в машине. Вы что же, не берете меня с собой? Для нее это тоже обернулось крахом. Наше присутствие позволяло ей удовлетворять свое чьего угодья, которому Бертиль потакала, используя местные возможности. Что же касается соломей, то мадам Резой ее, видимо, раздражала, и матушка, делавшая невероятные усилия, чтобы идти с ней в ногу и не отстать от поколения, которое было больше, чем на пятьдесят лет моложе ее, казалось, была на грани глубокой депрессии. Такой я ее еще не видел. Когда она ждала нас в столовой, пол которой был выложен белыми и черными плитами, она напоминала шахматную королеву, неизведенную до роли пешки. Она стояла обычно в торжественной позе, притворяясь, что царствует. Но если мы опаздывали, стоило ей сделать нам замечание, как соломей тут же пускала в нее стрелу. Да ну, бабуля, не разыгрывая из себя будильник, ей не удавалось прицепиться даже к Бену. Его сразу же брали под защиту. Она могла лишь уничтожать его взглядом, но мальчишка только смеялся в ответ, а она опускала веки, потом снова поднимала их и пожрала горящими глазами мадемуазель Форю, которую Жобо называли просто мадемуазель, так же, как к матушке они называли просто мадам. Мадемуазель Форю порой небрежную, порой раздражительную, порой и это чаще всего витавшая в облаках, но все еще настолько могущественную, что когда ее допустили осмотреть содержимое большого шкафа, и она решительно сказала, послушай, бабуля, ведь это же смешно, да положит свое состояние в банк, мадам Резо, отказавшись от удовольствия время от времени перебирать свои ценные бумаги и отрезать купоны, тут же поехала и арендовалась ей в Парижском национальном банке. В сущности, она чувствовала себя непринужденно только со мной. Не успел я приехать и войти в дом, как она отвела меня в сторону и спросила, ты можешь дать мне немножко в счет ренты? Сейчас у меня туговато с деньгами. Если это и так, то тут нет ничего удивительного, и те деньги, которые я мог ей предложить, все равно не заткнули бы дыру, но скоро я заметил, что ловец эпохи Возрождения исчез. Я пошел к Марте, которую застал закормлением двух превосходных представителей кранской породы. Я говорю не о детях, а о поросятах, так называемых бегунах, рожденных от одного из тех благородных племенных Боровов, которые в гораздо большей степени, чем Вольне, автор размышлений о падении империи, наряду с бегами создали репутацию кранскому краю. Вам известно, кто купил варец? спросил я в полголоса. Муханчик вару из пуансе, ответила Марта, нагнувшись над корытом. Она поднялась с деревянным ведром в руке и строго посмотрела на меня. Будьте начеку. Он целый час обмерял резные панели в гостиной. Он еще вернется. Я не люблю много болтать, но мадам уже выжила из ума. Сначала она продавала, потому что ей не хватало денег. Потом ей просто пришла охота торговаться. А теперь из-за мадемуазель. Раз уж вы пришли, спасибо за воду и, рассмеявшись, захлопнула дверь влево. На тот случай, если она не захочет поделиться, я сама лучше скажу вам, мадам требует с меня шесть уток в год за то, что я пользуюсь ее колонкой. Эта мелочь придала мне решимости. Уши у меня горели, когда я направился к мадам Резон, чтобы потребовать от нее объяснений и заявить, что нельзя получать проценты одновременно. подкапываться под капитал. Матушка как раз занималась тем, что она называла своей бухгалтерией. Любопытная операция, состоящая в том, что она сравнивала содержимое шести аккуратно пронумерованных конвертов с надписью КРЕДИТ с содержимым шести конвертов с надписью ДЕБИТ и те и другие были сложены в коробку от обуви, разделенная на две части куском картона. Драма хвалебного, я знал, это заключалось в том, что, как она решила раз и навсегда, пятый конверт КРЕДИТ Рубка леса, продажа различных ценностей, был предназначен уравновешивать пятый конверт ДЕБИТ расходы по дому, а третий конверт КРЕДИТ РЕНТА снабжал деньгами третий конверт ДЕБИТ помещения капитала. Парк уже не устоял при этой системе, на очереди была мебель, а потом резные панели, однако мадам Резоу, прикинувшись на миг, несказанно удивленной, тут же разразилась возмущенными возгласами, ты становишься таким же скупердяем, как и твой брат. Да, это правда, я должна была выручить определенную сумму, но тебе ли на это жаловаться? Все было истрачено на твою дочь. Было ли это разумно? Спросил я, не поддаваясь ее вызову. Меня бог знает как упрекали в том, что я недостаточно для вас делаю, а теперь я, оказывается, делаю слишком много, возразила она сердито. Однако грубая откровенность пересилила притворство, и потом учти, по закону Соломея нам чужая. Если мне хочется немного ее побаловать, то я должна это сделать, пока жива. Она хотела как-то оправдать свою прихоть. Уж это, то, по крайней мере, было ясно, и в известном смысле даже молодела ее. Я удалился жестом, изобразив, будто снимаю перед ней шляпу, как это было принято во время Короля Солнца. Когда я рассказал обо всем этом Бердиль, она посоветовала мне предупредить антиклара. Я отказался. В департаменте их было не меньше сотни, и все они держали в поле зрения старых дам, способных распродать фамильную обстановку. Не мог же я разослать им циркуляр. К тому же должен признаться я из тех, кто много шумит, когда его ущемляют в правах, но потом испытывает глупое гордое отвращение к тому, чтобы до конца отстаивать свой интерес. Больше я не заводил об этом речи, но по уколам, по намекам мадам Резоу, потому как она меня не слушала, когда я говорил и наблюдала за мной, когда я молчал, я очень быстро, в тот же вечер понял, что она приняла мои слова всерьез и снова меня возненавидела. Квартира, которую вы сами для себя выбрали, ознакомившись с планом или дом, который вы построили, ни с кем не связан в ваших воспоминаниях, и там вы можете себе представить только себя. Обиталище ваше, так сказать, еще не было в употреблении, неужели я замутил источник своей юности? Быть может, это результат того, что возрождаются наши мелкие раздоры, умытые, разве что святой водой, в длинных ночных рубашках, в сбившихся на одно ухо ночных колпаках с помпонами представители семи поколений нашей семьи, копошились в этой кровати, стыдливо, скрипя ее пружинами, всякий раз поворачиваясь в ней, я толкаю их локтем, обертель со своей пышной шевелюрой в костюме Евы, занимающейся утренней гимнастикой. Шокирует мою покойную тетю Тересу, которая, на этом же самом месте, приподняв грудь китовым усом корсета, затягивалась в него с помощью покойной тети Ивонны, своего близнеца, причем нижняя часть туловища у обеих моих теток, утопала в широких панталонах с разрезом и кружевными валанами. Зачем я приехал сюда? Воскрешать прошлое, так оно меня утомляет. Ну вот, увлекшись своими гимнастическими упражнениями, которые она проделывает у низкого окошка, Бертиль наклоняется вперед, раскинув руки и отбросив назад ноги. Внезапно она теряет равновесие пяткой и попадает в оконное стекло. Столетняя замазка не выдерживает, стекло вылетает, разбивается о глиняный желоб для стока воды. Стекольщика кричит, как ни в чем не бывала моя бережонка, легко сказать. Вот ведь мы какие непоследовательные, сами себе противоречим, разбилось-то стекло. О, какая неудача! В этом окне с переплетом изъеденным дождями двух столетий не найдешь и двух стекол одинакового цвета. Тут есть всякие от старого искажающего предметы зеленоватого волнистого стекла с пузырьками до современного прозрачного стекла гладкого ровного толщиной в три миллиметра. Сквозь только что разбившееся стекло у него был небольшой дефект легкое утолщение посредине. Все семь поколений судей и адвокатов, которые, как и я, поздно вставали в отпускное время, вскочив с кровать смотрели на сливовое дерево, росшее против окна и находили, что сливы на нем гораздо крупнее, чем это было на самом деле. Но бердель натягивающий трусики и обращаясь совсем с другим. Ты слышала? Сегодня утром еще не было восьми целыми и опять отправилась за провизией. Втянем живот зеркало в стиле ледовика пятнадцатого видела не одно толстое судейское брюхо с торчащим пупом и нотариус с бакенбардами, благоденствующие в своей ране не стал бы возражать, если бы я выставил свое. Но жена моя заслуживает того, чтобы я держался в форме. Кстати, надо высказать ей до конца свою мысль. Да и голову на отсечении она не хотела, чтобы ее сопровождали. Бертель морщится. Главный ее недостаток в том, что она посоет, едва речь заходит о ее выводке. Она уклоняется в сторону. Ты знаешь последнюю сенсацию? Будто Максу понравилась Соломея, и он сам сказал об этом твоей матери. Как она выразилась, в известном смысле это превосходная партия. Какое состояние, какое положение, моя дорогая. Правда, Макс уже не молод, но и Соломе, бедняжка, уже не... Ну, словом, вы меня понимаете. Короче, я отвадила Макса, сославшись на ее возраст, но, главное, мне не хотелось разлучаться с ней. Ой-ой, твоя мать это бездна эгоизма. Даже если бы дело шло о подходящем во всех отношениях молодом человеке, она сказала бы то же самое. В такой час Бертиль частенько произносит свои монологи. Если у нее нет ко мне ничего срочного, она никогда не делится со мной новостями вечером, раздеваясь перед сном, в чем я всегда усердно ей помогаю. Нет, она обычно начинает болтать, когда одевается или за утренним туалетом, сунув нос в мокрую махровую перчатку. Сейчас причувствуется она признается. Кстати, вчера я очень растердилась. Стоит тебя отвернуться, твоя мать подкапывается под тебя при детях. Если бы она решила совсем уронить тебя в их глазах, то лучшего не могла бы и придумать. Чушь какая-то, чушь, бормочется круг, поглощенный бритьем. И это все, что ты можешь сказать, недоумевает пертиль. Я не в том положении, чтобы жаловаться, а кроме того, лучше признать свою ошибку без шума. Минутку вот только добрею под нижним губой. Если бы Соломея осмелилась повторить то, что наговорила ей моя матушка, ты бы узнала нечто похожее, говорю я. Не давай-то ей спуску, а если она не угомонится, самое простое, тут меня прерывают крики, они доносятся снизу, кажется, из кухни и точь в точь похожи на те, которые испускала психимора 40 лет назад, когда объявляла нам войну. Ах, ты противный мальчишка, уберешь ты эту гадость, а нет? Сейчас выясним в чем дело. Оказывается, О'Бен, который нашел в сарае старая сеть и каждое утро с позаранку вытаскивает их, принес в дом двух угри, думая, что они уже уснули. А мадам Резоих обнаружила живых и извивающихся в старом металлическом шкафу для провизии, где она и сейчас держит мясо, прячу его от зеленых мух. Предлог ерундовый, но для нее у Абена тот недостаток, что он принадлежит к ненавистному племени и коротких штанишках. Его протесты ни к чему не приводят. Напротив, мадам Резо вопит все громче. Да замолчишь ли ты, негодник отойти? Не знаю, что меня только удерживает. Вертиль в торопях застегивает халатик. Твоя мать его не возлюбила, возмущается она. Его нельзя оставлять с ней одного. Пойду туда. Так как ты сказал, самое простое будет, что больше сюда не приезжать. Подразумевается до тех пор, пока, если по истечении срока, обозначенного этим сложным временным союзом отхвалебного мало что останется. не беда, главное вновь обрести покой. Я не желаю, мадам Ризо, никакого иного зла. Пусть живет тебе долго-долго в полном одиночестве, как жила до сих пор, этого она и заслуживает. Впрочем, лучше бы мне помолчать. Случается какая-нибудь произнесенная фраза, заставляет вас потом горько раскаиваться, словно она способна была омрачить будущее. Но выйдем на воздух. Пессонину на сегодня оставим. Погода чудесная, жарко, луга, напоенная росой, до полудня будут таять в розовом мареве, невидимые кукушки отвечают золотистым дроздам, чье присутствие также невидимо, ласточки, как мушки, порхают высоко в синеве неба, чтобы показать виновнице, что я на нее дуюсь. Я быстро выпиваю чашку кофе и ухожу, потащив с собой у Бена, глаза которого еще сверкают гневом. Блондина последовала за нами, Бертиль тоже. В качестве предупреждения мы не вернемся в хвалебное до полудня. Мы шагаем по тропинке вдоль дороги 161В, и блондина методично срывает все попадающие по пути цветы. 4875 ZY77 это СМЭ, кричит обен, который на таблице окулиста и правым и левым глазом свободно читает все 10 строк. Остин выезжает из солёда и проносится мимо кладбища на расстоянии нескольких метров от нашего семейного склепа. У меня мелькает странная мысль. О, нет, папа, нет, это не твоя внучка. Остин приближается, вот она уже останавливается возле нас, выходит, подскакивает к матери, целует её, потом брата, потом сестру, она улыбается, приплясывая на месте. Она совсем такая, какой была несколько месяцев назад, хотя причину её радости распознать не легче, чем увидеть сквозь платья её бельё. Впрочем, наше недоумение довольно быстро начинает стеснять её, и когда она снова садится в машину и уезжает, она уже жалеет, что недостаточно повладела собой. Ну, по крайней мере, ей-то каникулы идут на пользу. «Вероятно, я один заметил на заднем сидении меркну я сумочкой и сеткой, раздавшейся от покупок голубое пятно телеграммы». По правде сказать, я убедился в этом только вечером в конце дня, проведённого в ожидании, и во взаимном наблюдении мамаша не снизошла до того, чтобы заметить наше отсутствие, но после обеда, во время которого все блюда показались мне холодными, она проявляла известную осторожность. Она не могла не заметить странного состояния своей любимицы. Соломея была менее экспансивной и более сдержанной, чем утром. Но она всюду поспевала, расточала себя, словно предводительница отряда бойскаутов. Она и готовила, и мыла посуду, она будто стремилась соединить в своём лице все достоинства, дабы ей что-то простили, а что, неизвестно. Хочешь, бабуля, я поставлю тебе шезлонг на солнце? Бабуля благодарит, прячет голову под старый зонтик и, подняв подолплатье, подставляет под ультрафиолетовые лучи свои ноги с узловатыми венами. Но она всё время вертится, и мне достаточно бросить взгляд на её встревоженное лицо, чтобы понять, её мучит страх. В подобных случаях, дабы убедиться в том, что они ещё не потеряли свои власти, старые люди становятся надоедливыми. Так было и сейчас. Знаешь, я бы с удовольствием выпила чашечку кофе. Соломея идёт варить кофе, и мадам Ризо в течение пятнадцати минут меланхолически потёгивает свою чашечку, потом снова начинает ёрзать в шезлонге. Этот холст до того грубый. Соломея идёт за подушкой, и эта безотказная услужливость вместо того, чтобы успокоить мадам Ризо, тревожит её ещё больше. Она бы охотно сыграла в пикет, но Соломея не умеет играть в пикет, но тогда в бэзик. Но Соломея не играет в бэзик, и мадам Ризо начинает думать, что она отказывается нарочно. Бертиль предлагает белот, но мадам Ризо не умеет играть в белот. А всё же, поскольку невестка неосторожно предложила себя в качестве жертвы, мамаша представляется весьма удобный случай отомстить за то, что мы покинули её утром. Вы видели мои несчастные розы, Бертиль, вы умеете подстригать кусты? И вот моя жена уже вооружилась садовыми ножницами. Вбэн тащит меня за рукав, и я исчезаю вместе с ним. Мы идём в лесок, где я должен построить ему бамбуковую хижину. Но когда мы вернёмся, нас встретит ритмичный стук скребков, срезающих одуванчики на песчаной дорожке, и жена и дочери, обливаясь потом, скребут изо всех сил под критическим взглядом хозяйки замка, которая, увы, из-за своей эмфиземы, не может им помочь. Мне ничего не остаётся, как взяться за грабли, и нас спасает только появление какого-то толстяка, который, оставив свой грузовичок у ворот, направляется к нам, и, не дойдя шагу в пяти, снимает фуражку. У вас сегодня ничего нет для меня, мадам, справляется он. Эх, кажется, нет, отвечает мадам Ризо, глядя на меня. Она проворно встаёт и, проводив быстрыми шагами посетителя старьёвщика или торговца или маклера. Останавливается лишь в конце аллеи и о чём-то беседует с ним так, чтобы мы не слышали. К тому времени, когда она вернётся, мы, конечно, уже исчезнем. Исчезнем до тех пор, пока не зазвонит Колокову. На этот раз за верёвку дёргает блондина, сидя в своей комнате, куда я удалился, чтобы часа три поработать за письменным столом, я узнаю её манеру звонить. Как наша служанка Фина в героические времена, но Фина-то была глухая, блондина не умеет делать это размеренно. Берти же сильно раскачивает колокол, но тоже портит звон, ибо не отпускает вовремя верёвку. только Бен чутьём понимает, как заставить петь бронзу. Удары у него то редкие, то приглушённые, то звонкие. Он умеет соединять их вместе, может выражать радость, печаль, нетерпение, как мой отец, который был большим мастером колокольного звона. В молодости он даже придумал особый код, чтобы издали сообщать друзьям о результатах своей охоты. Спускаюсь вниз, иду по длинному коридору, освещенному косыми лучами заходящего солнца, которое отбрасывает на противоположную стену пылающее изображение круглых окошек. Одно из них приотворено, и я его захлопываю, чтобы в дом не проникал раскалённый воздух и комары. Лестница скрипит там, где ей и положено, под балками первого этажа сильнее чувствуется запах гнилого дерева. В столовой, где он особенно удаляет у нос мадам Ризо восседает на своём царственном месте посреди большого стола спиной к облицованному плитками камину. Не хватает только соломей, заметила Бертиль. Я думала, она с вами, сказала мадам Ризо, которая обслуживает вот уже три недели, так что она даже не показывается на кухне. Нет, возразила Бертиль, она всё сделала днём, а сейчас я её и не просил помочь. Мы справились вдвоём с блондиной. Абан вскакивает, через две ступеньки взбегает по лестнице, хлопают двери. он возвращается ни с чем. Соломей, разумеется, в её комнате нет, она бы слышала колокол. Куда же она запропастилась, спрашивает мадам Ризо, изменившимся голосом. Я видела, как она шла к речке, отвечает блондина. Это было около пяти, позвоните ещё раз, я позвоню. Говорит О'Бен и срывается с места. Суп продолжает дымиться. В саду всё красное постепенно становится фиолетовым, потом чёрным, в обратном порядке по сравнению с тем, как меняется цвет сутана у духовных лиц по мере повышения в санью. Говорил Фред. Последний луч солнца соскользнул с гобелена, на котором выткан амур, ставший одноглазыми из-за дырки, проеденной молью. О'Бен звонит, слегка раскачивая колокол, и торопливый звон оглашает вечерний воздух, в котором ещё носятся стрижи, но уже появились ночные бабочки. Мадам Ризо не дожидается, пока колокол перестанет звонить. Черпение её иссякает. Она отталкивает свой стул, проходит напрямик через оранжерею и семенит к речке. Соломелья! Соломелья! Кричит она на разные лады. На горизонте осталась лишь светлая полоса. Пречес где-то в невидимом свистят две сойки, ежеминутно перекликаясь друг с другом. Их сменяет сова. Она ухает ближе к нам, сидя на тополе. На лугу едва угадываются тёмные силуэты коров. Они тяжело переступают, бродя между яблонями и выдавая своё присутствие резким запахом, хрустом срываемой травы, горячим дыханием. Соломелья! Крик мадам Ризо почти так же резок, как крик совы, вертиль, непривыкшая к ночным звукам в роще, в этот час, будто населённая вампирами, вся дрожит, схватившись за мою руку. Наши усилия смешны и бессмысленны. Зачем идти дальше? Под сплетением веток, словно нарисованных углём, на речке, отливающей блеском фольги, чётко вырисовывается верная своей пристани неподвижная лодка. Для взрослого человека ума не представляет никакой опасности, глубина вики нигде не превышает полутора метров. Я кричу «Обэн!» «Пойди, посмотри, машина её в гараже». Мадам Ризо вдруг поднимается по откосу и направляется прямо к ферме, окутанной испарениями навозной кучи. Дом чётко обозначен падающей из открытой двери полосой яркого света, в которой блестят пустые, перевёрнутые кверху дном бидоны. «Солодея!» Ещё раз кричит матушка. Полоса света разделяется на двое. Марта, следуя за своей тенью, появляется на пороге. «Вы ищете мадемуазель?» «Что до меня-то я больше никого не ищу?» «Мнение моё уже сложилось, но свекровь с невесткой бросается к Марте. Вы её видели? В лицо Марты лишь тёмный круг в проёме двери, но лица моей жены и матери, которые вышли из тени на свет электрической лампочки, вдруг отчётливо проявляются. Одно выражает тревогу, другое ужас. Мы с Феликсом её видели? «Она уехала около шести часов», сказала Марте. Мы даже удивились, почему она поехала мимо фермы в первую минуту в присутствии Марты. Язык-то у неё без костей. Мадам Резуко и как удалось сдержаться. И чтобы соблюсти приличие, она бросила. Могла бы и предупредить нас, что едет в Сегре. Согнувшись почти до земли от приступа кашля, матушка отступила в темноту. И когда я остался один, Марта шепнула мне, тут пахнет кавалером. Улизнуть незаметно задами что я не помчался вдогонку за ней на Ситроэне. Напрасный страх. Я не мог представить себя в такой роли. Право это было излишне. Она перестаралась. Не проще ли было сбежать рано утром под тем предлогом будто нужно как обычно съездить за продуктами. Никто бы ничего не подумал. На телеграмму присланная разумеется до востребования. Должно быть точно назначало время встречи. Я убедился в этом зайдя в комнату Соломей после ремонта лучшую во всем доме. Там остался свеж запах и дух все ее вещи исчезли. Чтобы не привлекать внимания она должно быть с утра спрятала чемодан в багажник машины и заперла на ключ. Никакой записки я не нашел. Но разве было бы логично если бы она ее оставила? Бегство Соломеи хоть оно и отличалось от моего будило во мне воспоминания и служило доказательством если я в нем нуждался того что наши поступки никогда не остаются без последствий и что к детям в свою очередь ставшим родителями возмездие рано или поздно приходит от их собственных детей. Но в конце концов будь я на ее месте оставил ли бы я записку? А если да то куда бы я ее положил чтобы обнаружили ее не слишком рано и не слишком поздно? Я решил обыскать свою комнату Каждый вечер мы заходим в ванную но там ничего не было Достаем на ночь пижаму Опять неудача Так перед сном откидываем одеяло Ай да я Письмо лежало под простыней Без адреса без адресата на листке бумаги с грифом хвалебного такой старой что на ней появились даже желтые разводы Я уезжаю с Гонзага который вы освободили условно Если судьи его не осудили то почему должна это сделать я? К чему пререкаться вам говорить что он может погубить меня мне утверждать что я могу его спасти Ошибка молодости не так уж это страшно Да и потом все очень просто Я не могу без него Простите что не предупредила вас был бы постараясь меня удержать Простите так же за откровенность Я считаю себя вправе так поступить Рано или поздно девушка должна покинуть родительский дом То что я узнала от бабули мешало мне чувствовать себя в нем свободно Но оставаться с ней хотя она давала мне все не будучи ничем не обязана я не могла так как это поставило бы меня в еще более сложное положение Я благодарю ее за помощь и прошу ее как и всех тех кто меня любит Не мешайте мне жить Дальше следовала неизменная приписка крепко целую которая всегда меня раздражала Если поцелуи бывают крепкие и менее крепкие значит само понятие существует в разных качествах Так что же выбрал сейчас этот маленький чувственный рот разжав влажный барьер своих зубов Следовав еще постскриптум мы уезжаем за границу пробудем там некоторое время я вам напишу Я охотно воздержался бы от комментариев но чувствуя обиду а вместе с тем я осознавал что где-то промахнулся и ощущал на себе тяжесть ответственность Мне казалось что меня предали Я преисполнился глупой иронии за которой мы обычно прячем наши неудачи Не мешайте мне жить без вас а еще точнее жить с таким то причем подразумевается рифм жить любить С письмом в руке я прошел неизбежным коридором в другое крыло дома где мамаша рухнула в старое засаленное кресло с дырявой стеганой обивкой зажатой между незаштуренным окном 32 стеклянных квадратика которого четко выделялись в темноте и печкой которая так прокоптила комнату включая балки что даже в разгар лета тут все еще пахло сажей Бертиль сплошной комок нервов сидела верхом на соломеном стуле она вырвала у меня письмо мгновенно прочитала его и швырнула на колени мадам Резо прошептав так что же вы рассказали соломея матушка это надо выяснить мадам Резо перила в бумагу взгляд своих почти остекляневших глаз подбородок я дрожал на мгновение я даже подумал уж не хватило ее удар но взяв трясущий с рукой письмо она наконец пробормотала я не понимаю об этом мы еще поговорим сухо отрезала Бертиль сейчас я пойду накормлю детей во всяком случае завтра я выезжаю тут мы ничего не можем ни узнать ни сделать когда Бертиль вышла тяжелые веки мадам Резо опустились не поднимая их она прошептала я тоже уезжаю если я понадоблю Соломею она вернется не сюда а в Париж если только она оттуда действительно уехала высказал я заведомо неуместное сомнение в надежде узнать правду она не так богата чтобы уехать далеко деньги то у нее есть вздохнула дарительница ничего к этому не добавив восковая статуя из музея Гривен она с трудом дышала сквозь свои больные бронхи зрелище было тягостное ее едва не пожалел ее но надо было вскрыть нарыв вы прекрасно знаете что она не вернется одно дело оторвать девушку от семьи посредством наговоров подарков соблазнив ее независимость другое дело заставить ее жить с таким старым человеком как вы оторвавшись от нас соломей добился единственной цели быть ближе к ганзага ждать его использовав вас чтобы в нужный момент иметь возможность помочь ему выражение полнейшего безразличия на этом лице обычно столь явно отражавшему злобу не изменилось но подумав немного я понял она ищет чем бы причинить мне боль потом знакомый голос начал жарить тебе следовало бы благодарить меня если бы ты не питал низменных чувств к своей падчерице ты отделался бы от нее с такой же радостью как Бертиль от Жанне может быть мне следовало бы поблагодарить вас также за то что вы по-своему рассказали ей о смерти ее отца хотя из-за отсутствия доказательств я не говорил об этом никому даже Бертиль я давно подозревал это я мог бы даже указать дату и место 11 марта бульвар Балю за два часа до того как Соломи объявила нам о своем намерении переселиться в Париж как это по-своему как это по-своему крикнула мадам Резу неожиданно признаваясь но ведь это же правда что ты убил ее отца все поражаются как после этого Бертиль могла выйти за тебя замуж комната матушки всегда была затянута паутиной при электрическом свете она голубела по углам и мне казалось что я попал в огромные паучьи тенета в центре которых меня ожидала эта старуха с крючковатыми пальцами все поражаются все это значит она Соломея Марта Жабо радио следа после мяса и после закрытия рынка то есть вся деревня весь округ Сыгре даже вся провинция Анжу если хорошенько разобраться сплетня предназначалась не только для Соломеи но даже если учесть страсть мадам Резу или ее жажду мести или и то и другое вместе нелепость ее наветов оставалась явной мадам Резу разрушала собственную работу она ставила меня в такое положение при котором я не мог дальше оставаться в этом округе трудно будет простить вам это сказал я предвосхищая слова которые немного позже бросит ей Бертиль я терпела от тебя и не такое ответила она вяло но и без сожаления потом до следующего вечера она погрузилась в ледяное молчание будем откровенны сколько глубоко мы не были расстроены нам все-таки пришлось остановить машину и перелезть через живую изгородь дабы исправить малую нужду я отмечаю это вовсе не для смеха сегодня болезненно ощущая отсутствие мадам Резу свидетеля забытых лет моего существования с тоской вспоминая о ней как вспоминает человека потерянной ноге разве мы любим свою ногу нет но без нее мы не можем ходить я охотнее задерживаю с мыслью на отдельных подробностях чем на ее отношении ко мне в целом я снова вижу как она не говоря ни слова быстро воспользовалась тем что я затормозил по просьбе обена я вижу как на протяжении трехсот тридцати километров она пережевывает свое разочарование вместе с двумя сандвичами и крутым яйцом в то время как Бертиль нарочно говорит со мной так будто справа от меня сидит не человек а манекен один из тех старых портновских манекенов формы которых полные округлые обтянутые серой материей и начисто лишенные всех признаков пола всегда напоминали мне фигуру матушки я снова вижу как она выходит из машины перед своим домом на авеню в Шуазе и ждет пока я сниму ремни придерживающие ее чемоданы вместе с нашими на хромированном багажнике Бертиль опустила стекло но не двинулась с места и тогда стараясь соблюсти приличие мадам Резо сказала не выходите дети здесь большое движение до свидания мадам сказала Бертиль удерживая Бена который уже взялся за ручку двери я один понес старые отцовские чемоданы из буйволовой кожи они хлопали меня по играм по пути мадам Резо подошла к консьержке и бесстрастным тоном спросила видел ли та ее внучку мадам асель фурю приезжала сегодня ночью ответила молодая женщина неопределенно улыбнувшись около полудня она снова уехала и сказала что теперь вы будете здесь хозяйкой ее машина в гараже оставила на свои ключи спросила мадам Резо нет отвезла консьержка и вдруг перешла на множественное число я хотела спросить у них адрес но они торопились им нужно было поспеть на самолет варли в лифте поднимавшемся очень быстро мадам Резо на мгновение схватилась за сердце они ночевали здесь пробормотала она сердито потом лицо ее прояснилось а все таки ключи она оставила у себя но после того как она отодвинула три засова подняла шторы после того как на мгновение почувствовала себя дома после той благодатной минуты когда ноздри ее расширились вдыхая аромат двадцати цветов а при виде портрета над кроватью заблестели глаза воспоминание об отсутствующей стало для нее нестерпимым тяжело тяжело дыша снова все напряженная она присела на краешек кресла в котором уже научилась утопать если ты хоть что-нибудь узнаешь извести меня взмолилась она не покидай меня окончательно если бы я посмотрел в папку с дюжиной отделения где хранилась ежедневная почта резу и отложив в сторону самые старые письма отобрал бы только недавние из подгруппы hd то оказалось бы что по крайней мере две трети их помечены августом подобно приютским детям которые обретя семью особенно сильно к ней привязываются я не расстаюсь с женой и детьми в течение десяти месяцев а это даже слишком в июле мы еще все вместе проводим отпускное время но в августе никогда в августе мы разъезжаемся по разным местам чтобы отдохнуть друг от друга тогда все устное становится письменным чернила это материальные следы отсутствия и тут у каждого следы эти оказываются разными болтуна бен переходит на телеграфный язык блондина удивляет образцами хорошего стиля биртиль обычно такая будничная пускается в философствование только я никого не удивляю сапожник всегда без сапог короче я остался один биртиль добрая по натуре но с трудом прощающей обиды подумывала не собрать ли совет чтобы отомстить матушки мы с бабушкой дару отговорили ее одно дело предоставить детям возможность выразить свое мнение или соображение имеющее какую-то ценность другое заставить их осудить кого-то кроме того хотя биртиль была приглашена к своей тетке в бери она колебалась ехать ли однако вскоре пришла телеграмма поселились в Монреале 110 улица Шашбрук 1178 квартира 765 все благополучно обосновались они в слишком уж неожиданном месте и потому надо полагать все было заранее подготовлено наконец как и было намечено блондина я отплыла в Англию а в Бен в Ирландию дертиль поездом уехала в Бурж попросив меня остаться дома чтобы получать почту и извещать всех о новостях в особенности из Канады только не вздумай пересылать письма твоей матери это отнюдь не было жертвой с моей стороны никогда я не работаю так успешно как во время каникул весь смысл которых заключается для меня в том что я имею возможность поправить немного свое здоровье или попутешествовать стоит мне остановиться в гостинице я сразу превращаю свой номер в рабочий кабинет поскольку я не научился развлекаться в более подходящем для этого возрасте почти все что понимается под этим глаголом мне кажется скучным или если угодно не способно затмить ту игру без партнеров в которой я с радостью играю круглый год в течение месяца меня кормила приходящая прислуга за исключением тех дней когда я наведывался к жене к батисту который уже вернулся и к корному к слону который еще не уехал на побережье мне писали звонили отовсюду я информировал всех и между всеми нами озабоченными нашими недавними неприятностями как бы рикошетом возникал приглушенный диалог я цитировал поль которая недавно мне звонила как жаль единственный раз сердце мадам Резо послужило ей для чего-то иного не имеющего отношения к ее кровообращению я цитировал Бертиль двадцать лет мы не имели с ней дело пусть так и возит но блондина уже из Ливерпуля реагировала так не иметь с человеком дело значит не знать его труднее его забыть я не могу целиком осуждать безумство бабушки и мне нравится безумство соломей которая сбежав отказалась от всех своих преимуществ да но то что она оставила у себя деньги мне нравится куда меньше передавал через меня Жанне я сейчас же ей напишу сообщила Бен из молодежного лагеря где-то между Кинцейлом и Корком он то мог это сделать он не боялся совершить неловкость отказавшись от общения с сестрой или проявить слабость приняв как должное ее новую жизнь отправив двусмысленную телеграмму наши дружеские чувства наш адрес неизменный мы с Бертиль договорились некоторое время молчать лучше внушать сожаление чем раскаяние пусть сожалея о нас они благоденствуют в чужом краю впрочем я пытался забыть об этом переключиться на другое поговорить к примеру о младенце которого ждала Мария но без большого успеха родственники тоже задерживают внимание только на чем-то сенсационном наших детей которые не придают большого значения любовным приключениям своих братьев и сестер почти вовсе не интересуют их последствия в особенности истории связанные с деторождением большой живот в их глазах стал испытанием или даже возмездием за безмятежность идиллии здорово ее раздуло тихонько говорил мне о Бен незадолго до своего отъезда видя как тяжело выступая этого невестка и сверх всего мадам Ризо не позволяла полностью забыть о себе покой нам давался нелегко и неделя не проходила без того чтобы ко мне не приставали разумеется третьи лица стараясь повлиять на меня уговаривая проявить снисходительность не доводить дело до открытого разрыва первой позвонила консьержка Савеню Шуази и своим чарующим голосом графиня сказала ваша матушка здесь рядом со мной она просила меня позвонить вам и поговорить вместо нее она боится что не услышит вас если бы вы могли навестить ее она была бы рада сообщить вам новости которые получила от мадемуазель Фуриу значит Соломея которая нам еще не написала продолжала поддерживать равновесие и теперь моя мать уже не могла на нее сердиться она не могла сердиться и на меня за то что я сержусь на нее для этого мамаша была слишком снисходительна подумав я нашел верный тон передайте что я ее благодарю я тоже получил извести неделю спустя настал черед мэтра Дибона нотариуса из следа который тоже позвонил мне по телефону простите за беспокойство но в хвалебном неприятности на ферме у Марты Жобо снизился напор воды она тоже пошла проверить что делается у вас оказалось что котел хоть он и новый лопнул и это привело к значительным повреждениям я поставил в известность мадам Резона она говорит что это в равной мере касается и вас работы были выполнены недобросовестно может быть вы договоритесь и дадите мне указания почему этот нотариус интересуется водопроводом пусть даже в качестве соседа это конечно только предлог но для чего однако хороший сын не должен питать недоверие пусть решает матушка я полностью полагаюсь на нее на упорство мадам Лизо толкнула ее на нечто большее в день святого Христофора кстати говоря как раз в его ведении охрана шоссе и дорог снова телефонный звонок на сей раз из Парижа говорят из клиники Фармижон на улице Тольбяк ваша матушка просит сообщить вам что когда она выходила из комиссариата где получала паспорт какой-то мальчуган катавшись на роликах по тротуару ушиб ей левую ногу перелома у нее нет только кровоизлияние мы надеемся что мадам Лизо пробудет у нас не больше трех дней она находится в 37 палате и просит чтобы ей принесли халат вот таким образом около часа дня я очутился на перекрестке Бобио Тольбяк какой-то мерседес отъехавший как раз когда я подъезжал освободил мне место в 30 метрах от перекрестка почти напротив клиники я вышел стал запирать дверцы и тут вдруг позабыл и про сумку куда только что запихал один из халатов в Бертиль и про палату номер 37 и про все прошедшие годы Тольбяк это была наша станция метро сколько раз я ожидал ее около схемы подземных линий и перегнувшись через перила обегал взглядом бесчисленное множество голов которые изрыгал подо мной выход из метро повинуясь тем врезавшимся в память прежним дорожным указателем отмеченному металлическим знаком переходу шагая по своим прежним следам я незаметно уклонился в сторону я вновь возвращался домой по улице фурье где заканчивалась крутым поворотом улица белье де дувр бывшей улице колоний и удивился только обнаружив что нахожусь уже в начале улицы у дома номер три в том месте где возвращаясь из сквера она приподнимала передние колеса колясочки жене чтобы въехать на тротуар я никогда не хожу по улице белье де дувр я не провожал Монику на кладбище в то время я лежал в больнице поэтому она для меня похоронена не в те а скорее здесь на втором этаже направо в этой 60 метровой квартире с занавесочками на двух окнах поперек одного из них натянутая веревка чтобы вешать детские штанишки второе окно открыто и из него строится веселая волна звуков здравствуй здравствуй милая ты так и осталась 27 летний ты молода скоро ты сравняешься возрастом со своим сыном и никто не назовет тебя бабушкой да я храню твой бумажник и в нем твою карточку ту где ты снята на берегу речки фотографировал я с другого берега и карточка это всегда внушает мне желание крикнуть переходи той девочке которая все больше и больше отдаляет от меня непроходимая шесть километров времени андрея крикнула молодая женщина неожиданно появившаяся в окна ты смеешься надо мной что ли вот уже битый час как я жду мясо какой-то мелкий служащий в серой блузе выходивший из бестро пустился бегом значит вот он какой тот что бреется у моего умывальника до него конечно были другие я на редкость чувствителен к родству создаваемому пространством и всегда удивляюсь что не знаю кто же заменил меня в том или ином месте да и вот еще что это был вызов с моей стороны но именно здесь в этом квартале у меня назначена встреча с той которая бросила Монике вы никогда не войдете в нашу семью я возвращался не спеша меня терзал глупый вопрос две кузины любившие друг друга а любили ли бы они друг друга сейчас женившийся вторично удовольств всегда чувствует себя двореженцем но почему мамаша решила лечиться именно в этом районе я вернулся за сумкой не поднимаясь в 37 палату я оставил халат в регистратуре меня предупредила приглушенная тук-тук ее палки с резиновым наконечником стучавшей по последним ступеням лестницы она не позвонила предварительно по телефону она бесшумно отворила и затворила калитку открыла дверь в коридор в переднюю и поднялась по лестнице так что ее не заметила мадам Гле приходящая прислуга пылесос который шумел у меня в спарине и благоприятствовал этому тайному проникновению я еще не успел встать со стула как она поскучала и вот уже мадам Моризо входила ворча в комнату о боже как у меня болит нога нога еще забинтованная показалась мне действительно распухшая а путешествие матушки в горное по меньшей мере преждевременным и я даже не могу впадать в жалобу на родителей этого проклятого мальчишки он сбежал без дальнейших излияний она уселась напротив меня вытянув ногу лицо ее обрамленное крашенными волосами белыми у корней испугало меня желтое в коричневых пятнах изборожденное глубокими складками и множеством мелких морщин с обвисшей кожей и тусклыми печальными глазами окруженными синеватыми склеротическими прожилками я привезла тебе ключи от хвалебного продолжала мадам резо вы там разберетесь с мартой послезавтра я уже буду в монреале билет на самолет у меня в кармане ключи ключи неужели ей до такой степени опротивили осколки ее империи что она передает мне все заботы о ней неужели она решила вовсе туда не возвращаться или намерена отсутствовать так долго что назначает меня управляющим не знаю правильно ли вы поступаете в полголоса заметил я во всяком случае сначала вам следовало бы подлечить ногу мадам резо пожала плечами мне семьдесят пять лет и ждать некогда она открыла сумку вытащила из нее связку больших ключей с замысловатыми бородками и бросила мне на стол а потом нужно вернуть Соломею прежде чем она там обживется она хочет быть с этим парнем ну пусть она будет с ним но здесь возле нас а если она откажется вернуться можно жить и в Канаде злобно сказала мадам резо и тотчас переменила тему разговора невестка твоя еще не родила чистейшая вежливость все стороны я сказал что роды у Мари немного запаздывают что Беони начинают волноваться еще не было самолета который навсегда остался бы в воздухе сказала мадам резо и не было еще ребенка который остался бы в очтеве матери пусть наслаждаются последними счастливыми деньками твоя невестка теперь ей лет на 20 хватит работенки ладно не хочу злоупотреблять твоим драгоценным временем ты не мог уделить ей часа чтобы навестить больную мать значит ты перегружен работой я покидаю тебя она не сказала ни до свидания ни прощай она покидала меня в таком возрасте она с холодной решивостью оставляла родину бросала все привычки мебель дом родные места детей внуков и прочее устремив взгляд на мелководную как всегда летом марну на ее берега густо усиленной приехавшими на пикник горожанами с бутылками и колбасой развалившими со среди жирных бумажек девицами я не находил слов от изумления в нелепом всегда есть что-то восхитительное я только взял под защиту ее ногу вам нельзя тщиться пешком к автобусу а потом еще по переходам метро я сейчас выведу машину и отвезу вас благодарю за внимание ответила мадам Ризо едва разжав губы и устремив взгляд на семейное древо копию того что мы подарили ей где среди шести медальонов едва заметно качался на своем крючке медальон с фотографией Соломеи сбежать вниз в подвал толкнуть двусторчатую дверь гаража завести мотор и поставить машину у крыльца пока матушка опираясь на свой трость будет спускаться с лестницы все это заняло у меня не больше минуты но к исходу второй минуты мне уже начало казаться что она слишком устала передумала и решила ехать после обеда я снова поднялся в гостиной никого в передней и на лестнице тоже пылесос гудел теперь в комнате блондины и стукивая щетки наталкивающиеся на плинтус отбивал такт спокойной работы поденщицы но дойдя до площадки я увидел конец палки торчавшей из приотворенной двери кабинета и чуть дальше на полу две судорожно вздрагивающие ноги я бросился в соседнюю комнату чтобы выключить пылесос и позвать на помощь я не врач а если я изучал некоторые медицинские вопросы и одно время даже был связан со всемирной организацией здравоохранения то тем более не мог позволить себе довериться своим предположением ушибленная нога начала пухнуть уже после выхода из клиники на ней образовался флебит о чем больная не подозревала известно что при этом легко может возникнуть тромбоз мы поднимаем мадам Резо переносим ее на кровать блондин бедняжка повторяет подемщица вдова сохранившая троих детей у которой сочувствие сочетается с редким хладнокровием свойственным людям получавшим от жизни тяжелые удары туфли челки жакет все это уже снято мадам Резо не потеряла сознание но она не может говорить вся синяя вытаращив глаза от страха она открывает рот словно рыба вытащенная из воды она едва дышит и корчится судорожно прижав руку к тому месту под ребрами где по-видимому ощущает невыносимую боль звоните скорей она может умереть шепчет мадам угле у берки есть записная книжка с телефонами которые могут срочно понадобиться но она либо взяла ее с собой либо куда-нибудь засунула во всяком случае когда нужно таких вещей никогда не найдешь приходится листать телефонную книгу увы наш постоянный врач в отпуске его заместитель уехал к больным тот же ответ у одного из его коллег секретарша которого обещает мне сделать все возможное чтобы разыскать его и прислать в течение часа или двух подумав звоню Флор Монтену мне повезло он сам подошел к телефону я излагаю ему свои опасения собственно я здесь больше не практикую отвечает он я продал свой кабинет в Лунии а сам перебираюсь в провинцию как раз вот заколачиваю ящики ну к вам я сейчас же приеду он действительно приезжает очень быстро воспользовавшись триумфом Гонзаго за это время мадам Гле с помощью соседки мадам Сутраль за которой я мгновенно сбегал раздел уважил и все еще лиловую исключенную мадам Резо но когда приехал доктор она доказала что сознание у нее не померкло покричав головой в ответ на вопрос который он мне задал ей не вводили антикоагулянтов потом проворчал если бы мадам Резо вовремя показалась своему врачу до этого бы дело не дошло в ответ мамаша слабо повела рукой педантичный добросовестный флормонтен внимательно выслушивает ее а потом измеряет ей давление деловито нахмурив брови он ищет что-то в своем чемоданчике доставит оттуда шприц и быстро делает ей укол в бедро после этого он стягивает жгутом ее руку и в обозначившуюся вену медленно вводит содержимое второй ампулы вы смотрю один дома говорит он я постараюсь прислать к вам сиделку он снова укладывает чемоданчик искосо наблюдает за больной которая немного отойдя шевелит губами хотя ей и не хватает воздуха чтобы что-то сказать доктора Флор Монтена я мог бы упрекнуть лишь в том что он тревожит меня своей чрезмерной невозмутимостью плохо когда человек его профессии принимает вид священника который все знает хотя не должен был бы знать о тех ужасах в которых исповедовался ему паства вот он уже нацарапал рецепт поклонился спустился вниз наш кратчайший диалог в лестнице только подтвердил мои опасения диагноз спросил я то что вы подозревали отвечает он легочная эмболия а прогноз сами понимаете он пересекает переднюю и останавливается посреди гостиной она может погибнуть от удовольствия говорит он предупредите всех и неожиданно отец берет в нем верх над врачом я хотел вам сказать я с женой должны извиниться перед вами за это тягостное дело и поблагодарить Соломею за то как она себя повела Гонзагу и так повезло у него почти ничего не конфисковали поэтому его судили как потребителя наркотиков они как поставщика но показания Соломеи не только поддержали Гонзагу она сумела расстроить судей впрочем я прекрасно понимаю что вы не можете быть довольны ее выбором но будущее покажет ошиблась она или нет пока до свидания я еще зайду к вечеру он уходит поглаживая розовую лысину а я бросаюсь к телефону набираю цифру 14 и отправляю 7 телеграмм Берти Соломеe детям чте живу братьям последний звонок по телефону Жанне не заставшему на месте он пошел завтракать в столовую я переговорил с дежурной на коммутаторе которая обещала все ему передать вернувшись в комнату блондины я обнаружил что мадам Ризо дышит немного ровнее но она совершенно безжизненно погрузилась в трепуховые подушки которые мадам Гле подложила чтобы немного ее приподнять я могу побыть у вас пока не приедет сиделка или мадам Бертиль предлагает подемщица только разрешите я позвоню домой и предупрежу когда я подхожу к постели глаза матушки следят за мной ее губы снова шевелятся но беззвучно она делает усилия чтобы вдохнуть еще воздуха ей удается прошептать пошли телеграмму быть может мне не следовало отвечать уже послал этим я дал ей понять всю серьезность ее состояния глаза ее смыкаются и передо мной душераздирающая зрелище воплощенного отчаяния ничто уже не может облегчить ее муки разве только то что неизбежно надвигается я всегда думал что наказанием ей будет всеобщая равнодушие и презираемая всеми одинокая старость неправда покарает ее сама любовь открытая ей слишком поздно и тут же утраченная однако же я заблуждался полагая что она хоть на мгновение способна покориться судьбе выражение ее лица вдруг меняется глаза вновь открылись и на этот раз в них горит бешенство меня ли ненавидит она в этот момент или ненавидит себя а может быть только нелепость случая но этого я не знаю и не узнаю раскаяние это или вызов простая цитата или отвратительная шутка и этого я не узнаю она сейчас произнесла три слова те самые что мы выкрикивали кружась в неистовом хороводе слова выражавшие тогда преждевременное пожелание и почти через сорок лет ставшие неизбежной реальностью она прошептала их как бы в два приема с еле заметной иронической улыбкой психи мара сейчас подохнет мы все актеры авторы зрители между пережитой и прочитанной и увиденной воображаемой или рассказанной драмой нет истинной разницы пусть она наша собственная пусть чужая это все та же в миллионный раз повторенная и вновь пережитая драма наша в ней только даты имена подробности и в том что эта трагедия личная кроется иллюзия исключительность на самом же деле это отвратительная банальность если бы подобная трагедия касалась матери любого другого человека он счел бы ее неслыханной как я у меня ущемлено какое-то странное чувство собственности я словно горжусь тем что мать у меня была не такая как у других она не любила меня я не любил ее но каждый из нас заполонял существование другого в годы моего отрочества исковерканного ею я желал ее смерти а теперь я не хочу чтобы она ушла из моей жизни ночь подходит к концу душная жаркая с назойливыми комарами вода мризо тяжело дышит скорее пыхтит в красноватом полумраке стоящей у ее постели лампы затененной шелковым платком в течение последних двадцати часов она несколько раз преображалась и одна за другой передо мной появлялись разные женщины облик которых она принимала в своей жизни строптивую старуху посмевшую издеваться над смертью сменила воспитанница монастыря с ужасом осознавшая всю дерзновенность только что произнесенных ею слов желая повезти в полетах свои дорожные счета и смазать елеем колеса перед последним путешествием она прошептала священника быстро чуть позже когда ходатай за спасение ее души погасив свечи сняв облачение удалился матушка после отпущения грехов не захотела больше рисковать и погрузившись в состояние благодати стала перебирать четкие пальцами левой руки пять и пять будет десять она разжила губы еще только два раза первый раз чтобы дать возможность сидящей в ней почтенной представительнице буржуазного рода сообщить мне что ее дела на земле урегулированы так же как и на небесах мое совещание у диплона во второй раз чтобы справиться о судьбе посланных в мой телеграм ты не получил ответ я сказал что еще не получил и мадам резона званая бабушка соломей форю закрыла глаза из которых медленно вытетили с крупной слезы потом она стала постепенно покидать свою телесную оболочку когда около пяти часов вернулся доктор флормонтен он мог только констатировать что давление понизилось едва прощупываемый пульс участился сиделки он не нашел но в ней уже не было необходимости уходя он столкнулся с женой о которой пробыл всего две минуты я тут же отправил его домой у Мари начались схватки в ближайшие часы я ничего не ждал ни от Абена ни от Блондины на приезд которых в лучшем случае можно было рассчитывать не раньше следующего дня ничего не ждал я и от братьев они были в отпуске и вероятно где-нибудь путешествовали так что с ними трудно было связаться я не ждал и Бертиль чья тетка жила в пятидесяти километрах от Буржа в каком-то невероятном захолусти где не было ни поезда ни автобуса но трудности часто оборачиваются к нашей выгоде когда около полуночи мадам Гле уже собиралась уйти и оставить меня одного и ее совершенно измученная Бертиль она перескакивала из одной попутной машины в другую и в конце концов прибыла на мешке с картофелем остановив по дороге грузовик направлявшейся на центральный рынок сначала она сухо сказала нужно же было чтобы твоя мать приехала умирать сюда потом противоречие самой себе ахнуло что я до сих пор не предупредил всех дару семья цементируется я вечно забываю об этом с солью крестин с сахаром варенья и с содой с сожалений я дал ей возможность исправить эту ошибку благодаря чему новость распространилась и телефон трезвонил всю ночь один раз правда мадам белони колеблес между скорбью и ликованием сообщила мне что у Марии уже отошли воды и что Жанне увозит ее в клинику Жанн услышал я справа от себя шепот я подскочил нет это не матушка она не просыпается она очень редко звала меня по имени так же как я сам назвал ее то психимора то старуха то сова то мадам мамаша то мадам резота просто мадам произнося слово мама только в насмешку она тоже в зависимости от того с кем говорила называла меня то мой сын то твой брат то ваш муж то он то этот парень то второй то другой а иногда даже сказала мадам ламбер гурнеец или писака нет нет это Бертили встала с постели чтобы сменить меня поди приляг немного Жанна она же и расталкивает меня зяблики гнездящиеся в декоративной слеве у самого дома щебечет на проповую уже совсем рассвело значит я заспался нет она все еще держится отвечает Бертиль на мой безмолвный вопрос я разбудил тебя потому что звонили блондина и Жанне голова ее падает мне на плечо у тебя родилась внучка Моника я не осмеливаюсь посылать тебя взглянуть на нее твоя мать все же очень плоха ты слышишь я встряхиваюсь одергиваю курткой ибо спал я одетый в обуви прямо на покрывале иду по коридору оглашаемому прерывистым хрипом агонии мне придется ехать за блондиной в аэропорт Бурже продолжает Бертиль не знаю уж как ей это удалось но она прилетает через 40 минут самолетом британской авиакомпании времени у меня в обрез уборщицы должно быть здесь минуты на минуту и мама моя обещала вчера вечером что она тоже придет попробуй все-таки что-нибудь проглотить она уезжает я приближаюсь к кровати покусывая губы в самом деле живые чтобы оставаться живыми нуждаются в пище во время войны однажды мне пришлось есть неподалеку от нескольких трупов помню друг одного из убитых ковыряя ножом в консервной банке сказал рубленная свинина бедняга Альбер обожал ее он ведь был из мана в кране не тушат мясо до бесконечности там любят свиные шкварки и когда куют свинью обязательно угощают тарелочкой этого кушания соседа землевладельца кюре мадам Резо обычно считала куски если ей приносили меньше шести она благодарила сухо в особенности когда жирная часть закаемленной кожи с плохо обретой щетиной преобладала над постной мадам Резо не будет больше есть ни шкварок ни других приношений своих фермеров став прабабушкой неведомой для себя она теперь лежит с открытым ртом обнажив золотые зубы и старые стершиеся клыки трогательные в своем бессилии и бесполезности в горле у нее словно надуваются и лопаются большие пузыри выталкиваемые слабеющим хрипом агонии время от времени выдыхаемый воздух не в силах одолеть препятствия задерживается выходит икод восковое лицо обрамленное слипшими сопрятями волос уже ничего не выражает рот всего лишь отверстие автомата посредством которого поддерживается действие мехов некогда запущенных в ход для новорожденной поль плевеньяк когда она в начале жизни отрыгнула первое молоко которое сегодня сменило белая пена конца но вот зазвонил телефон он зазвонил как раз в тот момент когда вдох надолго задержался могу ли я шевельнуться тишина простирается по крайней мере на 4 такта паузы наконец с бульканем выходит слабая стройка воздуха мехи снова начинают работать ребра поднимаются она еще дышит раз два третий вдох прерывается на несколько секунд как бы в нерешительности потом слышится легкий шум будто лопнул баллон грудь ее оседает тихо освобождая несколько кубических сантиметров воздуха которые уже не будут возмещены торчащий подбородок отваливается зеленые глаза сантиметра островов, мне тогда было лет двадцать, и потом четверть века спустя, каких-нибудь несколько дней в течение этого последнего года. Роль, которую мы играли друг для друга, никак не соизмеримо со временем, проведенным нами вместе. Если нежность при этом отсутствовала, взаимного интереса было хоть и добавляй, вы представляете собой исключение. Тем лучше для других, но, быть может, и для вашего сына это было не только несчастьем. Хорошо, что именно он своими руками закрывает вам глаза. Мы не любили друг друга, матушка, но я присутствовал при вашем последнем вздохе, как вы присутствовали при моем первом. Марсель позвонил из роскошного отеля в Биорице, Фред из кабачка в Лунпоне. Оба выказали не больше волнения, чем выказал бы человек, живущий в пятнадцатом округе, узнав об исчезновении Эйфелевой башни. Мадам Дару подоспела как раз вовремя, чтобы подвязать подбородок покойной, а мадам Гле явилась вслед за мадам Дару, и обе занялись погребальным туалетом. Батист прибежал, запыхавшись и помчался за своим Альбертом, чтобы, поставив его возле усопшей, закончить ее портрет. Блондина, чуть бледная, чуть испуганная тем, что ей предстояло спать потом в этой самой комнате, все-таки немедленно вытащила еще мадана фотоаппарат, дабы заснять бабушку на смертном адре. Бертель методично, холодно отвечала всем мадам Резо, скончалась сегодня утром в девять часов, причем ни разу не сказала моя свекровь. Тем не менее она достала вышитые простыни, зажгла обычно не зажигавшиеся канделябры, трижды пересчитала при свидетелях пятьдесят тысяч франков купюрами по пятьсот, найденные в сумочке мадам Резо вместе с билетом на самолет. Потом, ни у кого не спрашивая, она вложила в руки покойные драгоценные чертки с ангелами, которые оказались на дне сумки, жены держался принужденно. О Бен, прибывший последним, против обыкновения почти не открывал рта. У супруга в Берне были потные руки, соседи стояли сцатулившись. Пришли также несколько друзей, среди них Арно Макклсон. Он не мог удержаться и процедил с иронией. Такая исключительная личность, и ее не пощадила смерть. Флормантен потирал лысину, стоя возле своего коллеги, который должен был подписать разрешение на похороны. Зрительные образы, обряды, слова, формальности. Все перемешалось. Вокруг того, кто стал недвижим, всегда много суеты. Запомнился мне и типичный представитель похоронного бюро, классический персонаж лет сорока в трауре, который он носил словно мундир. Гробовщики торгуют с памятниками, достаточно опытных, чтобы не показать своего разочарования, когда выяснилось, что семейный склеп находится в соляду в департаменте Мен и Лара. Но зато после того, как был выбран гроб модели восемь, светлого дуба с серебряными ручками и распятием, обитой атласами и обшитой кружевами, он мгновенно ухватился за транспортировку, которая, если расстояние до места погребения превышает 300 километров, таков уж законом сия, требовало наличия второго металлического гроба, запаянного в присутствии полицейского комиссара. Впрочем, сильнее всего меня поразила не суета вокруг покойницы, не этот пышный и печальный ритуал, не эти освещенные временем обряды. Единственное, что остается неизменным, до такой степени люди боятся всего, что связано со смертью. Меня не поразила и закостенелая неподвижность мадам Резо, которую в течение двух дней до похорон кропили посетителей, возмахивая над ней веточкой букса. Меня не возволновала и церемония запаивания гроба, хотя после того, как покойную осторожно положили в этот ящик, незаметно подсыпали сбоку соль и загнули внутрь кружева, вступил в действие автогенный аппарат. На гроб с лязгом упустили крышку, из трубок силой вырвались струи горячего воздуха. Все это весьма напоминало работу кровельщика, сваривающего листы цинковой крыши. Нет, если уж говорить о том, что меня действительно поразило, так это вид моей внучки через несколько часов после ее рождения. Младенцы часто рождаются сморщинами, как маленькие старички, и морщины на них разглаживаются только лишь на второй или на третий день, когда я наклонился над ребенком. Я был так поражен, что не мог сдержать удивленного возгласа. — Да, — сказал Жанне, — это меня немного огорчает. Надо же было ей выбрать именно эту восьмую часть крови. Ничего корсиканского, ничего оторбенов или резо. Пепельно-белокурые волосы, зеленые глаза, выступающий подбородок с ямочкой посредине. Гены плевеньяков, так ярко выраженные во мне, перескочив через Жанне, еще раз доказывали свою живучесть. Моника была уменьшенной копией своей прабабушки, которая, не успев умереть, тут же и воскресла. Прабабушку в буквальном смысле слова снесли в могилу на третий день, снесли на руках четыре фермера. Фурган уехал накануне. Гроб надо было доставить в Соляду и установить под балдахином в центре бокового предела местной церкви. Мы выехали из Горной в шесть часов и как раз вовремя прибыли на площадь, обсаженную липами. Там, на солнцеперке, стояло около десятка машин, не больше. Погребальный звон рассеял в воздухе вокруг колокольни, большую стаю испуганных галок, но внизу было мало людей, принарядившихся к заупокойной миссии. Слишком хороша была погода. Со всех сторон доносилось жужжание молотилок. Подумаешь, Резо, уже многие годы их роль в округе была не настолько велика, чтобы ради них люди отрывались от полевых работ, да еще в самую страдную пору. Нотариус, ждавший нас на паперте, шепнул мне, я имею распоряжение. Мадам Резо оставила мне записку по поводу своих похорон. Ни цветов, ни венков, ни драпировок, ни похоронных долг. Короткое место носилки хуп в яму. Простите, но это ее собственное выражение. Она даже пояснила на словах. Раз уж ты превратился в ничто, пусть все дальнейшее будет по желанию, а не по необходимости. А мадемуазель Соломея не приехала. Не ответив ему, я вошел в церковь. Какие-то старухи, одна из них в старинном чипце с крыльями, монахиня из больницы или из школы, Тажобо, супруги Гео, Ажье, мэр, он же Виконт, член ЮДР Деголевской партии, сидящий вложил владельца замка и почетных гостей, помощник мэра, он же владелец гаража, по своей партийной принадлежности центрист. Несколько городских торговцев и два-три фермера с седыми усами они стоят, ухватившись рукой за спинки массивных деревянных скамей, вот и все присутствующие, если не считать двух мальчиков, прислуживающих во время мессы, и астматика Кюре в черном облачении. Не успели мы встать на свое место, как зазвонил колокольчик. Я взглянул на витражи, мазня по стеклу еще прошлого века, оплаченная нашей семьей в пору ее величия. Святой Иаков, покровитель старших сыновей нескольких поколений нашего рода, стал неузнаваем, до того обезобразили его мальчишки, бросавшие в него камни. Но архангел Михаил все так же лихо поражал дракона с крылышками, как у летучей мыши с хвостом, обвившим его сапоги. Колокольчик звенел. Мне казалось, что служба идет очень быстро, настолько быстро, что Фредбе с жены явился уже к чтению Евангелия, а Марселе с женой к дароприношению. В момент отпущения грехов, когда священник обходил гроб, позвякивая кадилом стук каблуков шпилек по плитам, заставил обернуться весь клан. Слегка пошатываясь, с опухшими глазами вошла Соломея. Когда все стали выходить из церкви, Берешонка взяла ее под руку, бросив многозначительный взгляд на гроб, который носильщики с лямками на шее несли по главному проходу. Я слышал, как Соломея шептала, я просто без сил, совсем не спала. Разница во времени. Снова раздался колокольный звон, видимо, производимый с помощью электричества. Вряд ли звонать. Мог звонить столь размеренно. И мадам Резо вновь двинулась по дороге на Верн, по пыльной проселочной дороге, по которой она ходила тысячу раз, возвращаясь после воскресной мессы в хвалебное и лишизит, останавливаясь у кладбищенских ворот, чтобы посетить могилу своего супруга. Завидев нас, люди выходили на порог домов, некоторые еще с салфеткой вокруг шеи, дожевывая последний кусок. Из окна секретаря, жившего над мэрией, на стене которой болтался отклеившийся галецкий плакат, долетали сообщения о запуске ракеты «Титан-3». Мы все шли, как и полагается в подобных случаях, понудив голову. Но я чувствовал себя униженным, как, впрочем, чувствовал всю жизнь, словно нам не были лохмотьи. Похороны с изобилием траурного крепа, когда у провожающих заплаканные глаза женщины ведут под руку близкие поры, бывают смешные, но в похоронах без слез есть что-то непереносимое. От яркого почти южного солнца все становилось еще суше. В воздухе ни малейшего дуновения, ни одного барашка в ярко-синем небе цвета пояса Пресвятой Девы. Желтая с плакатыми прожилками, смешанная с кусочками слюды, глина, наваленная рядом с другой, еще не засыпанной могилой, казалась буквально обожженной. Красные потные носильчики, быстро на веревках опустившие гроб. И мадам Резо очутилась вдруг рядом с мсье Резо для гораздо более долгой совместной жизни, чем предыдущие. Теперь она будет наслаждаться покоем, который редко удается изведать живым, считающим, что на два метра под землей они будут им обеспечены. Присутствующие окропили гроб святой водой. Причем фермеры аккуратно чертили в воздухе крест, а горожане делали такой жест, словно отгоняли назойливых мух. Общество не явилось. Я знал, кто за это ответственен. Пришли только крестьяне в галстуках на резинке, завязанных вечным узлом, с трудовыми мозолями на руках, которые замечаешь при рукопожатии. Я подумал, какая безграничная доброта. Покойница, которая всю свою жизнь ничего не делала, жила вот этими мозолями, трудом этих самых крестьян. Тюре уже ушел, когда нотариус, замыкавший перешел от соболезнований к делу. Я приглашаю вас к себе в контору. Завещание мадам Ризо еще не зарегистрировано, но я сразу же могу сказать вам, в чем оно состоит. Содержание его неожиданно. Мадам Ризо назначила главной наследницей, мадемуазель Жозефину Форю, именуемую Соломеей, свою сводную внучку. Что? — изумился Фред. — Она решает нас наследство. Это незаконно? — нет, сказал нотариус. — Поскольку есть три прямых наследника, доля, мадемуазель Форю, сводится к той части состояния, которое мадам Ризо имела право располагать, то есть к одной четвертой. Мадам Ризо, впрочем, могла бы просто оставить мадемуазель Соломея эту часть. Сумма была бы та же самая. Сделав ее главной наследницей, она, конечно, хотела выразить что-то другое. — Как же она, наверное, и сейчас добавляется, — сказал Соланж. Здорово она подшутила над двами. — Надо признаться, — сказал Марсель, — что это похоже на пинок ногой напоследок. — Да, на пинок в зад, — сказал Фред. Покраснев, оба злобно смотрели на белую, как полотно, Соломею. — Во всяком случае, — сказала она, — я отказываюсь. — Вы не можете этого сделать, — возразил мэтр Дибон. — И ваши родители не имеют права сделать это за вас. Вы ведь несовершеннолетние. — Но я юридически дееспособна, — протестовала Соломея. — Вы можете приобретать, но не имеете права отчуждать. Сейчас как раз дебутируется вопрос о том, чтобы изменить статью 76 и предоставить несовершеннолетним, но юридически дееспособным полные гражданские права. Однако эта поправка еще не утверждена. Вы являетесь наследницей мадам Ризоу, угодно вам это или нет. Впрочем, только на словах. Ибо поскольку вы не связаны с ней узами родства, вам придется платить большой налог. — Мы нашли 50 тысяч франков в сумочке мадам Ризоу, — сказала Бертиль. Она чувствовала себя крайне неловко и торопилась этим благородным поступком искупить наследство оставленной дочери. — Я буду вам признателен, если вы передадите их, — мне сказал лотариус. Но, боюсь, — продолжал он, обращаясь ко мне, — что мадам Ризоу собрала эту сумму в ущерб вам. Мне известно это от супругов Жабо. — Три недели назад, вскоре после того, как я позвонил вам по поводу утечки воды из водопровода, мадам Ризоу неожиданно прибыла в хвалебное и продала все, что там оставалось отрезанных панелей и ценной мебели. — Это еще нужно доказать, — сказал верный себе Фред. — Когда вы предполагаете произвести вовсе имущество, — спросил Марсель. — Вы ведь продали хвалебное вместе с обстановкой, — уточнил лотариус. — Ну, отныне новый владелец, хоть он и не пользуется своей собственностью, — может делать с ней все, что захочет. Для вас важнее всего вскрыть сейф в Парижском национальном банке. — Я подумал о парижской квартире, — сказал генеральный президент-директор. — О какой квартире, — спросил нотариус. — В Париже мадам Ризо не имела никакой собственности. — Она останавливалась там, у мадемуазель Фориум. — Ну, это чистая видимость, — сказал Фред. — Ясно же, кто платил за квартиру на сей раз, мусье, доказывать придется вам. — С меня довольно. — Надеюсь, ты быстро со всем этим покончишь, — воскрикнул вдруг Жанне, который приехал только по настоянию Марии, оставшейся в клинике. Широкими шагами он пошел в сторону городка. Я попрощался и последовал за ним вместе со всей своей семьей. Однако необходимо было заехать в хвалебное и выяснить, каков причиненный ущерб. Повреждения оказались немалыми. Потрескавшиеся потолки, слинявшие за плесни вилы, отклеившиеся обои, вздувшийся паркет, только что отремонтированные комнаты нужно было заново приводить в порядок. Сильно пострадали расписные кессоны первого этажа. В гостиные столовые были оторваны резные панели и обнажены, старая штукатурка, местами исписанная арифметическими выкладками подрядчиков. Антиквары разорили все. Не похердили ни часовни, ни спальни мамаши, откуда исчезли зеркала, комод, даже стулья, кроме одного. Огромные стены и шкафы тоже были опустошены старьевщиком. Английский шкаф и стол, не представлявший ценности. Старое засоленное кресло, кровать, печь, набитая пеплом от сожженной бумаги, которая добавила копоти на потолке и стенах. Вот все, что мадам Резу согласилась оставить. Но на каминной полке без часов и канделябров лежала тетрадь, и на этой тетради маленькая золотая ручка, что это знак уважения, вызов, просто забывчивость невозможно установить. Я хорошо знал эту ручку. Она принадлежала еще моей бабушке, лауреату, уж не помню, какого конкурса поэзии. О существовании же тетради я не подозревал. Любопытно заметила Бертильт, твоя мать в один миг разбазарила все, что защищала долгие годы. Не слишком разумительный ответ на ее замечание был рассеян по листам тетради, содержащие наклеенные вырезки из газет, переписанные цитаты, снабженные комментариями или без них, кое-какие личные заметки. Те, которые были в начале, сильно отличались от тех, что помещались в конце. Сначала мадам Резу не скупилась на ругань и на двусмысленности. Под фотографией, вырезанной из газеты, стояло «хватай-глотай» превратился в «хватай-болтая». Цитата «Не каждому удается быть сиротой» превратилась в такое извлечение. «Не каждому удается быть птенцом орлана» или «совые», потому что на местном диалекте эти два слова путаются, так же, как и у Руссо и у Бальзака. Затем уровень сентенций становился выше, о чем свидетельствовала, например, такая псевдо-шарага. «Мой первенец — это мой первенец, мой второй сын — это мой второй, мой третий сын — это, что ни говори, мой третий, а мое целое — ноль». Понравилось мне так же «Бог создал людей, они его за это хорошо отблагодарили» со следующими комментариями «С матерями такое тоже случается». Еще больше мне понравилась следующая цитата неизвестного происхождения. «Разве курицу ценят за то, что она несет яйца?» «Нет, ведь она просто несет яйца, которые можно сварить всмятку. Чтобы нас растрогать, курица должна еще кудахтать». Это извлечение сопровождалось признанием «не все куры на это способны». Напротив, мне совсем не понравилось следующее. Получив в собственность гектар, человек становится буржуа. Здорово же я над ним подшучу. Не понравились некоторые хрустливые изречения, вроде «наше поколение, последнее, которое выстояло». Но дальше тон изречений резко менялся, и дело доходило до такой вырезки. «Семья, только о ней говорят». Они не поняли, что основанная на борьбе поколений, на прихотливой фантазии жизни и смерти, она по самой сути своей обречена на крах. Мадам Резо была на пути к разочарованию. «Хранительница, и чего я здесь была?» И, наконец, ее поглотило великое открытие. «Когда я ее увидела, у меня было такое чувство, словно я родила ребенка глазами». Многое пропускаю, но не могу пройти мимо такого признания. Я словно кочерыжка, приправленная уксусом. Как трудно моему сердцу быть нежным. И мимо последней заметки, написанной уже после бегства с ламией. «Вот как меня любят. Вполне возможно, что на моих похоронах у кого-нибудь и будут влажные щеки, если пойдет дождь». Дождя не было. Я думал об этом, спускаясь в столовую, куда чуть раньше прошла Бертиль, чтобы собрать чего-нибудь поесть. Я застал их всех, как на семейном совете, за круглым столом, слишком большим, чтобы на него нашелся покупатель. Они сидели на разрозненных хромоногих стульях, принесенных из разных комнат. Ждали меня. Когда я вошел, жена горячо убеждала свою сестру отказаться от квартиры на Авенюшу Азии. Я слышал только последние слова его речи. «Хорошо же мы выглядим, нечего сказать». Я ответ целом имею. «К сожалению, мне нужна эта квартира». Мы уехали, потому что не могли жить втроем. И надо было устроиться подальше от бабули. Я просто не знаю, что бы мы стали делать, если бы она свалилась нам на голову в Монреале. Теперь мы возвращаемся. Гонзагу продолжают занятия медициной, а я буду работать. «Ты собираешься замуж за него?» спросила Бертиль. «Нет», — ответила Соломея. «Я не вижу в этом необходимости». Свободная, но благоразумная девушка, расчетливая хозяйка. Эдакий котеночек, она смотрела на нас широко раскрытыми глазами, учащенно дыша, и казалось, никогда еще не была такой хорошенькой. Бертиль постаралась скрыть разочарование. «По крайней мере, — сказала она, — постарайся забыть наветы, мадам Резу. Это деталь», — сказал Жанне. «Главное же, никому не следовало сюда возвращаться. Вы ведь здесь не останетесь?» «Я, конечно, зря уговаривала отца выкупить хвалебное», — сказала Бертиль. «Я обвел их взглядом и понял. Они уже обсудили этот вопрос. Жена по-прежнему был против. Блондина скучала в хвалебном Бертиль, не прощала. Соломея знала, что она здесь служит темой бесконечных сплетен, и если об Энгре массой выражал сожаление, оно не нашло во мне ни малейшей поддержки. Я все больше и больше взялся на себя. Выкуп хвалебного — это был возврат к кому или к чему? Ни к чему. Быть может, я и поддался иллюзиям Бертиль, но кроме того я уступил давлению наименее симпатичного существа из тех, что живут во мне отщепенца, готового забыть о своем отречении во имя соприкосновения со своим генеалогическим древом, тоски по родным местам, во имя сложной игры противоречивых чувств, с которыми при всем старании я не мог совладать до конца. Как бы мало ни оставалось в наследственной земле, как бы ни расставали против нее наследники, тот, кто с детства ходил по глине, хорошо знает, до чего она липнет к ногам. Я признался в этом. Я добавил, что все равно мы не сможем заново обставить это огромное здание, как не сможем вновь произвести ремонт, что кроме того, хотя мне впредь больше не придется платить процентов, я должен буду выплачивать долю, соответствующую стоимости хвалебного, и моей части наследства на это не хватит. Ну, в самом деле, что останется от состояния мадам Рейзо, которое и прежде было невелико, а теперь сильно растаяло от ее последних расходов? А ведь из него еще нужно вычесть сумму, завещанную Соломея, сумму, которая практически целиком уйдет на налоги. Короче, чтобы выйти из положения, надо снова продать хвалебное, не так ли? — спросил Абертиль. Голосования не было. Мы удовольствовались молчаливым согласием всех присутствующих. Жена сразу же уехала вместе с Соломеей, которая не находила себе места, и ни в чем ее не упрекала, разве только в том, что у нее не хватило душевного тепла для той, которая предпочла ее всем. А может быть, она просто не смела его проявить? Очень скоро я заметил, что другие сделали такие же подсчеты, как и я, или же по-своему истолковали восклицание Жене при выходе с кладбища. Со стороны фермы мелкими шажками приближался нотариус в сопровождении Феликса Жабо и другого крестьянина. Они указывали пальцами на некоторые постройки, тщательно вымеряли шагами двор, совещались, должно быть, проводили линию раздела между парком и фермой. Когда я увидел, что они направляются к лугу, я решил присоединиться к ним. При моем приближении ворона, сидевшая на одном из кольев изгороди, улетела, раскрыв клюв и прокарка в тревогу, и все вороны в округе последовали ее примеру. Но трое мужчин вежливо подошли ко мне. Ну вот и готово. Мы уходим, не оставив после себя настоящей смены. И дело тут вовсе не у нас лично. Мы исчезаем потому, что повсеместно выкорчевываются старые пни землевладения. Даже Марселе тот не избежал общей участи. Ему пришлось, я только сейчас узнал об этом, продать ферму арендаторам, которые сослались на право давности. Пользуясь этим правом, Жубо, уже обратившийся в банк кредитования сельского хозяйства, тоже покупает землю, которую арендовал до сих пор. Его двоюродный брат Поль потребовал два обособленных поля вдоль дороги, нажанное по той причине, что они врезались в его участок. Долго припирались о границах, ибо земли, относящиеся к ферме и к замку, перемежаются между собой некоторые строения, как, например, большой сарай, амбар с одной стороны, гараж с другой, оказываются разделенными на две части. Долго спорили и о ценах. Жубо настаивал на том, что эти земли отнесены ко второй категории, что придется платить большие налоги, поскольку при разделе земельных участков всегда находится множество поводов для судебных придирок, а потом по рукам, и мы направились к Марте выпить по стакану вина. Себя Марта налила только на донышко, чтобы чокнуться, она была как пьяная. Она стояла у стены, у своей собственной стены, которая теперь принадлежала ей, дочери Оржьею, и, по правде сказать, в гораздо большей степени рабыни своего мужа, детей и скотины, нежели землевладелицы, но до сего дня она не имела звания собственника, которое обеспечивает ей теперь добровольную кабалу. Она гладила рукой облупившуюся штукатуркой и бормотала. Да разу я могла когда-нибудь поверить. Вне себя от радости она, конечно, строго осуждала меня продать свое добро. А я думал о первом лизу, обутом в сабо, который, покупая участки, помыслить не мог, что его скромная хижина при капете увеличится вдвое, при барасе втрое, что при бодеринге к ней пристроят башенки и павильоны, и что, в конце концов, она будет разрушена киркой у строительных рабочих. Ибо об этом как раз и шла речь. Что касается хвалебного, говорил мэтр Дибон, то, скажем прямо, только кто-либо из Резоу способен был бы пойти на такое безумие и отремонтировать 32 комнаты. Дом чересчур велик, чересчур стар, чересчур уродлив, чтобы его стоило реставрировать. Но у меня есть торговец с строительными материалами, бывшими в употреблении. Он намерен оставить только одно крыло дома, а все же остальное разрушить, а камень, балки, камины потом не использовать. Он вздохнул, настроившись на философский лад. За 10 лет я разделил на куски 30 имений, уходит целая пух. Плата, причитающаяся ему за составление актов, должна пролить немного цветительного бальзама на эту социальную рану. Что до меня-то я думал, браво, сотрем этот дом с лица земли. Я, несомненно, буду жалеть о нем. Где бы я ни был, я буду чувствовать себя в изгнании. Но это для меня не ново. И чтобы не думать больше об этом, я предпочитаю своими глазами увидеть, как рухнет эта груда камней, как разделятся на куски эти луга и пустоши в пользу тех, кто напоил их своим потом. Вот почему я подписал соглашение и уступил маленькую ферму Феликсу Жубо. Подписал и два других. По ним оба поля переходили к его двоюродному брату. В отношении же всего остального я дал доверенность мэтру Дибону. Выкуп, снова продажа. Замечательная операция. Считая налоги на перемену владельца, я потерял, пусть это будет мне хорошим уроком, около одной четверти общей стоимости имения. В конце концов я вернулся в дом и сказала Бену, позвони еще раз в колокол. Мы уезжаем. Мой сын звонит, широко раскачивая шнур. Я сниму этот колокол и увезу с собой. Он отмечал время своим характерным звоном, перебиваемым нашими криками и криками птиц, которые скоро уже не смогут ввели гнезда под балками крыши. Время будет течь дальше и без колокола, и без нас. Бертиль и Блондина составляют опись имущества, отбирая то, что еще стоит отсюда вывезти. Но я никогда особенно не дорожу ни этим старым домом, ни его обстановкой. В последний раз я прогуливаюсь по колючей, как щеткой траве, не успевшей вырасти после покоса. Вместе кочет сотни кузнечиков, погода хмурится. Этот край подобен губке, он не знает затяжной жары. И зелень здесь жадно впитывает обильные западные ливни. В омы отражаются деревья, на них танцует белка, рыбы словно плавают меж ветвей, парят среди облаков. В воздухе стоит резкий запах овечьего пота, на другом берегу пасется стадо овец. Ягнята блеют дисконтом, старые овцы бацан. Собака согнула их в такую тесную кучу, что кажется, будто они щиплют не траву, а шерсть на спине друг у друга. Спустившись к плотине, поднявшись с другой стороны через лесок, где уже сгущается сумрак, успею ли я еще раз пройти по фруктовому саду, несмотря на эту первую молнию, зигзагом прорезавшую широкое серое небо? — Нет, довольно, пожалуй. Надо возвращаться. Я знаю, это мой родной край. Каким бы будничным он ни казался, чего бы мы ни натерпелись в нем от своих родственников, место, где мы открыли глаза на мир незаменимо. Покинуть его, значит, разорвать узы со своим детством, а это становится для нас все труднее и труднее, ибо мы старее, и нам уже не подсело начинать союзного. Ну, знаю я и другое. Я глубоко огорчен неудачей. Я не слишком верил в удачу, я верил в нее недолго, но если вернуться к тем, кто живет во мне, то надо сказать, что если во мне и упорствовал фанфарон, щеголявший своим положением, то у него, у этого фанфарона, всегда был обездоленный двойник, который не мог примириться со своей участью. Это был не отпрыск в семье Резо, а если он им и был, то в самой малой степени это был просто сын, в свою очередь, ставший отцом, сначала отцом сына от первого брака, потом отцом дочери и сына от второго, затем отчимом, свекром, словом, отцом, который всегда думал, что вознагражден за прошлое своими собственными детьми. Но в какой-то момент стал сомневаться, не было ли все наоборот. Когда через всю жизнь проносишь тайное убеждение, что ты неудачник, ты никогда не упустишь случай опровергнуть это. Бывают поздние призвания. Доказательство. Гром грянул не прямо надо мной, а он грянул где-то совсем близко. А вот его Бен. Он торопится мне навстречу и, поравнявшись со мной, поворачивается и идет рядом в ногу. Уже несколько минут гремит гром, но дождя нет, хотя поднимается ветер, несущий запах клевера и пчел, которые торопятся обратно в свой улей. Я возвращаюсь как раз вовремя, чтобы помочь Бертиль погрузить чемоданы в машину. Сейчас мы поедем. И в эту минуту с опозданием на пять часов, матушка, хлынул дождь. Конец озвученной книги Читал Николай Козей, звукорежиссер Тамара Куликова. Читал Николай Козей,